Мы приехали в Арманьяк по внутренним дорогам. Поддавшись нашим уговорам, отец решил возвращаться домой по побережью. Мы никогда не видели моря, хотя от нашего хвалебного до курорта Ляболь всего сто километров. Семья Ризо считала бесполезным и даже безнравственным, чтобы люди на гешо мокли в соленой воде, выставив на показ свои телеса. Жители Кранского края приходят в ужас перед наготой и боятся воды, если она не освещена. Воспитание под стеклянным колпаком в дароносице, как острел Фредди, не допускало опасных общений. Каждому известно, что на пляже поневоле приходится сталкиваться с разбогатевшими лавошниками и вообще со всяким сбродом, которому теперь оплачивают отпуска. Ну и, наконец, это слишком дорогое удовольствие. Но перед Пасхой на морских пляжах нет курортников, вода не загрязнена, потом трудящиеся черни, приехавшие на отдых в гостиницу, пустуют, не заламывают бешеных цен. Впрочем, отец и не собирался нигде останавливаться, а просто хотел проехать по берегу океана и показать нам одну из красивейших картин, созданных Творцом Вселенной. Разумеется, пейзаж сильно испорчен отвратительными щитами, рекламирующими спиртные напитки и виллами в американском стиле. Но вы пытаетесь это не замечать. Ходовым выражением «американский стиль» отец клеймил все подряд «джаз», следовало говорить «джаз-банд», новейшую архитектуру, кубизму в живописи, стихи сюрреалистов, мебель из орехового дерева и кресла из никелированных трубок. Особенно его возмущали последние. Оставим никель для кресла в кабинете дантиста. Думается, что он нашел бы эти новомодные сидения более удобными, чем старинные глубокие кресла на гнутых ножках, если бы ему довелось прожить неделю-две в соответствующей обстановке, но случай для этого так никогда и не представился. Сворачиваем в сторону Бордо. Площадь Кенконс. Мост Сен-Жан длиной в 486 метров. Минуем порт, где царит суета, грязь, труд весьма далекий от умственного. Заночевали мы в Блая, где гостиницы не так дороги, в том самом Блая, где укрепление построено еще в Абанном, если только я хорошо запомнил урок. В Блая, где родился в XII веке провансальский поэт Джо Фре Рюдель, который, однако, вовсе не был властителем этих мест. Утром мы в Руаяне. Отцовские лекции по океанографии и другим смежным дисциплинам. Оказывается, нельзя путать серых креветок с другими видами этих ракообразных. Морская блоха не имеет никакого отношения к энтомологии. Это самое презренное ракообразное. Голубой репейничек называется так совершенно ошибочно, ибо никакого отношения не имеет к семейству сложноцветных. Поплавки морской водоросли, фукус, представляют собой до сих пор неразрешенную загадку, каким образом они надуваются. Попытки создания собственной теории. Чайки используют восходящее течение воздуха гораздо лучше, чем любые планеры, ибо творение Божье всегда совершеннее изделий рук человеческих. А людям не мешало бы все-таки использовать огромные запасы энергии и морских приливов. Следует несколько математических формул. Беглый обзор трудностей, которые встречаются при конструкции турбин, работающих при слабом падении воды. И не следует смешивать руаянцев, которые живут в городе Руаяне, с руядерами, жителями города Руая в департаменте Пи-де-дом, или вернее сказать в Лимане, так как деление на департаменты произведено произвольно после революции. Вон у Коломола плывет какой-то юноша, он плывет кролем, а этот стиль плавания мы переняли у полинезийцев. Мне следовало бы научить вас плавать. Тем более, что для этого имеются благоприятные условия. Через наш парк протекает Омэ. Надо будет поговорить об этом с мамой. Надо будет. Гляди-ка, старик уже вспомнил о мамашином характере. Чувствует родное стойло. Фальшивый приятельский тон, который он принял в начале путешествия, с каждым часом становится все более отцовским. Впрочем, мы и сами чувствуем себя не слишком уверенно. Фредди твое дело шепчет мне на ухо, слушай, ты меня поддержишь, а, поддержишь. Мы могли пробыть в Руаяне только два часа. В тот день мы осмотрели фура, потом шатальон, а к ночь приехали, наконец, в Ля-Рошель к нашей тетке-баронессе Десель-Дозель, получившей недавно в наследство от своей свеклой особняк на улице Марной и соляные промыслы на острове Олерон. Завтра мы сделаем небольшой крюк и посмотрим на строительство огромного мола в Ля-Полисе. Увы, не посмотрим. У баронессы нас ждало письмо психи и мори, содержание которого было от нас скрыто, но отец вдруг заявил, что страшно устал и неожиданно выбрал маршрут в Хвалебное через Фонтенеле-Конт и Шоле. Мы не увидим ни Ле-Сабль-Долон, ни Круа-де-Ли. Наш одышливый автомобильчик, и давно пора было сменить масло, волей-неволей торопился в Хвалебное. Перед нашими глазами уже возникает знакомая картина. Вандейские живые изгороди, выбитые дороги, высокие откосы, увенчанные густым кустарником, пеги и коровы, и мы уже проникаемся сознанием, что должны вести себя прилично, уже не смеем развалиться в машине. Едем не через Анжа, а через Канде, и вот мы уже подкатываем к верну, где указатель на придорожном столбе гласит, что до Саледо осталось всего пять километров. Наконец, в четыре часа по полу, мы проезжаем по аллее, где на коре платанов вырезаны зловещие буквы МП, а у подножия деревьев увядают последние желтофиоли. Отец робко сигналит. Появляется растерпанная психимора. По бокам ее вырастают две фигуры. Фина, которая теребит от волнения кончик фартука. И очень длинный, очень тощий человек в сутане, он стоит, скрестив руки на груди, склонив к левому плечу голову, как Христос, на серебряном, хорошо начищенном распятии, заткнутом у аббата за пояс. Ага, номер седьмой, ну и мерзкая же у него рожа, шепчет мне на ухо Фредди, а отец уже целует матери руку. Вот познакомься, аббат Траке. Он согласился заменить аббата в адебонкера, которого община вновь послала в Канаду. Ах так, ну что ж, хорошо, ответил отец, довольный уже тем, что психимора соблаговолила дать ему хоть какое-то объяснение, а то мне не совсем были понятны причины отъезда нашего наставника. Добро пожаловать, господин аббат. При встрече мать так же, как и при прощании, не поцеловала нас. Погодите, сказала она Фредди, погрозив пальцем. Но тут же спохватилась. Сначала надо разжечь негодование отца. Аббат номер семь спустился с клеца, медленно переступая ножищами в башмаках 44-го размера и, подойдя к нам, опустил свои тяжелые руки нам на плечи. Я был удостоен правой руки, а Фредди — левой. Но я счел необходимым показать этому специалисту, что в его тиски попали вовсе не кроткие овечки. Извините, господин аббат, но я должен сказать словечко нашему братству Марселю, раз он сам не пришел поздороваться с нами. Ваш брат учит уроки, сухо возразил Аббат, и вы немедленно последуете его примеру. У вас были долгие каникулы, если я не ошибаюсь, вы не очень-то их заслужили. Вы должны немедленно приняться за работу. Право этот человек говорит так, словно жует слова, челюстью у него похрустывают, как у лошади, когда она перемалывает зубами сено. Фредди послушно поднялся по ступенькам крыльца. Я пошел вслед за ним, и мы очутились в классной комнате. Там я увидел Кропет, оказалось, всецело поглощенного трудным делом. Он воспроизводил карту России, и России, которую ныне называют СССР, мадам Ризо прямо сохнет от желания заполучить марки этой страны, хотя на них обычно воспроизведены и при том отвратительно портреты революционных деятелей. Итак, я узрел Кропетта и спокойно сказал ему, а почему ты написал Петроград? Теперь ведь он называется Ленинградом. Абат набросился на меня. Зачем вы вмешиваете с ним свое дело? Ну, я продолжал, ну, конечно, Петроград звучит гораздо лучше. Петр, значит, камень, и на камне Сем... Первая пощечина Аббата номер семь отшвырнула меня на три метра в сторону, и все же я договорил воздвигну предательство свое. Вторая пощечина Кропетта сидела, уткнувши нос в свою карту и старательно выводил где-то около верховьев Волги название города Нижний Новгород. Он же горький. Щеки у него, однако, раскраснились больше, чем у меня после двух оплеух, которые я получил из любви к истине, подобно Иисусу Христу, покровителю всех гонимых на земле. «Я вижу, вы многообещающий, юноша», — заявил Абат. «Ваша матушка нисколько не преувеличила, но я укращал и не таких, как вы, будьте уверены». К великому моему удивлению на этом все кончилось. Абат уселся за стол и заговорил спокойно. «Вы несправедливы. Мне, думается, я знаю, в чем вы подозреваете брата. Как только я приехал, ваша матушка ввела меня в курс дела. Но ведь ваш тайный клад найден был вовсе не по доносу Марселя, а совершенно случайно. Да и вообще, почему вы вмешиваетесь? Это касается только вашего старшего брата». На что он намекает? К чему клонит? Но Абат уже принялся поносить Фредди. «Ну-ка, воришка, пока что сядьте отдельно за этот столик и проспорегайте мне глагол «похищать» во всех временах и на трех языках — французском, латинском и греческом». Все стало ясным на следующий день в девять часов утра, как только начались занятия. «Фердинарн!» крикнула психимора, приоткрыв дверь классной комнаты. «Отец ждет тебя в кабинете». «Ну, живо, живо, пошевеливайся». Фредди вышел, уткнув меня по дороге ногой в икру. «Что за черт?» «Я ждал, что позовут и меня, но этого не случилось». Психимора возвратилась одна и, улыбаясь своей дипломатической улыбкой, скромно присела на уголок рабочего стола. «В ваше отсутствие», сказала она без всяких преамбу, «я обнаружила в комнате Фредди тайник, в котором оказались ясные припасы и деньги». «Меня встревожил сильный запах тухлятины. Яйца-то протухли». Кропет бросил на нее взгляд полной благодарности. «Я произвела расследование. Тушенку вы получили путем торговли с фермерами. Я уже говорил, что думаю об этих коммерческих сделках и приказала фермерам впредь не давать вам ничего». «А яйца Фредди крал у Бердины. Это яснее ясного. Я нашла также ключи, предназначенные, конечно, для отпирания моих шкафов». «Все это проступки весьма тяжелые и заслуживают примерной кары. Фердинанд получит порку, а кроме того, целый месяц просидит под замком в своей комнате. Разумеется, весь этот месяц он будет лишен сладкого. Выпускать его будут только по воскресенью в церковь. Запрещаю вам общаться с ним в течение этого месячного карантина. Вам это пойдет на пользу. Не будете слушать его дурных советов». Я ничего не ответил. Мамаша даже не давала себе труда из-под тишка наблюдать за мной. Она и без того прекрасно знала, какие чувства меня обуревают. Я был уязвлен мыслью, что психимора казалось, не учитывая моего соучастия в проступке Фредди. Но еще больше меня беспокоило другое. Что подумает обо мне Фредди, если я немедленно же не вступлю за него? Психимора, зная мой характер, предусмотрела эту возможность. Хватая глотай, твой старший брат, который не блещет храбростью, разумеется, притянул тебя к своим подвигам. Но я не придаю этому значения. Какую бы роль ты ни играл в этом деле, Фердинанд старше тебя, и поэтому я считаю ответственным именно его. В ответ последовало враждебное молчание. Мамаша расцветила эту минуту самыми разнообразными улыбками, адресуя хаббату, своему любимчику Марселю, мне и самой себе. Затем она удалилась, не прибавив ни слова. Хаббат в траке последовал за нею, вероятно, хотел получить новые инструкции. «Что нам делать?» шепотом спросил я Крогпетта. «А что можно сделать?» «Она тебе сказала, за все должен расплачиваться один Фредди». «О, считай, что нам повезло». «И помалкивай». «Фредди нам никогда не простит, если мы бросим его в беде». Я уже начал обдумывать план контратаки, скомпрометировать Крогпетта. Во что бы то ни стало наладить связь с Фредди, поскольку он несомненно пал духом, и его мужество находится на нулевом уровне, как говорил отец про море, когда мы проезжали Шетлайон. Постепенно вывести из строя аббата траке, вызвав трение между ним и психиморой. «Это будет не так-то легко, но ведь перед тем, как уволить нашего очередного наставника, она всегда бывала с ним хотя бы внешне в наилучших отношениях. И надо еще обработать мсье Резо, а сейчас выжидать и смотреть в оба». Так я на собственном опыте постигал, что терпение сродни лицемерию. Фердинана, наследного принца Дома-Резо, выпороли после обеда. Отец увильнул от выполнения этой повинности, он исчез и, укрывшись в музее, перерисовывал свой редчайший экземпляр, пойманный в жире, стараясь выделить, а главное несколько увеличить в размере дополнительный пучок волосков на последнем кольце брюшка тегомиа. Психимора сама сорвала в орешнике толстый пруд и вручила его аббату номер семь, приказав ему исполосовать как следует зад приговоренного. Надеюсь, вы извините меня, господин аббак, за то, что я возлагаю на вас экзекуцию, но мой муж очень занят, а я сама не могу сечь пятнадцатилетнего подростка это просто неприлично. Аббат Траке, хотя и без особого энтузиазма, все же принял на себя обязанности палача, и вскоре мы услышали отчаянные вопли, доносившиеся из комнаты Фредди. Сволочь этот Траке убежденно пробормотал Кропетт. Лучше бы Фредди не орал, заметил я, стойкости нет. Будь я на его месте, ну, ты уж, конечно, сильнее в селях, язвительно заметил Кропетт. Я нетерпеливо ждал ночи. И вот она пришла, очень темная ночь, именно такая мне и требовалась. Вооружившись ночником, психимора трижды заглядывала в наши комнаты, и около полуночи, не обнаружив ничего подозрительного, ни в спальнях, ни в коридорах, отправилась спать, доверив свою ненависть пуховой подушке. Я выскользнул из спальни, помчался к сараю и притащил оттуда лестницу. Приставить лестницу к окошку, взобраться на нее, залезть в спальню Фредди, разбудить невинную жертву, спавшую крепким сном, несмотря на исполосованный розгами зад, все это заняло не более пяти минут. «Оставь меня в покое и убирайся, предатель!» проворчал позевывая мой старший братец. «Видишь, к чему приводят твои идиотские выдумки, а расплачиваться, как всегда, мне...» «Дурак! Неужели ты не понял, что психимора хочет посеять между нами раздор?» «Мне понадобился целый час, чтобы убедить нашего Рохлю. Но так как Фредди достойный сын своего отца, то мое красноречие в конце концов поколебало его». «Вот что, выбирай сам. Возможно, два выхода», сказал я в заключении. «Первый выход, мы останемся на прежних позициях. Ты будешь отбывать наказание, мы всячески будем стараться помочь тебе и попытаемся добиться, чтобы тебя простили. А для этого улистим папу, помня, что первый мая день его именин, и в конечном счете сорвутся планы психиморы рассорить нас и свалить на тебя вину за нашу общую проделку. Второй выход. Завтра утром я пойду к отцу и докажу ему, что мы все тут замешаны. Предъявлю ему нашу декларацию прав. К счастью, она сохранилась. Кропет сторонник первого решения, а мне больше по душе второе. Фредди больше не колебался. Повальная порка все равно не спасла бы его, но еще он остался бы без всякой помощи. И он встал на сторону Кропета. И если и вас тоже посадят под замок, то вы ничем не сможете мне помочь. Некому будет даже умаслить папашу. И вдобавок, если мы втянем в эту историю Кропета, он после расплаты не станет с нами церемониться и окончательно перейдет в лагерь нашей Нигеры. А уж его-то она бессовестная наверняка простит. Он ведь любимый младший сыночек. На этот раз я примкнул к решению принятому большинством. Будь по-вашему хорошо. Чтобы нам легче сообщаться, ведь не могу же я каждую ночь лазить к тебе в окошко. Я проверчу в переборке между нашими комнатами дырку. В моей комнате отверстие не будет заметно. Я сделаю его как раз под распятием. А ты в своей комнате закрой дырку образком Святой Терезы. И уже на следующий день этот своеобразный телефон действовал безотказно. Я не возлагал особых надежд на практическую пользу такой установки, но необходимо было постоянно поддерживать душевные силы Фредди. У него создавалось впечатление, что о нем заботится, и это его подбадривало. Весь день я работал весьма усердно. Раз психима давала мне уроки макеавелизма, я без труда показал себя способным учеником. А правда, что Фредди вчера вечером высекли? простодушно спросила меня юная Бертина Барбелевьен, когда я высунулся из окошка классной комнаты. Было это около полудня, и по распорядку дня мне полагалось цепи мыть руки. Бросив взгляд на розовые кусты, я заметил в их гуще психимыру, обрезавшую секатором сухие ветки. Я ответил очень громко. Но знаешь, аббат траке не такой уж злой, каким кажется на первый взгляд. Он не стащил с Фредди штаны, лупил через сукно, а Фредди нарочно орал изо всех сил, как будто ему ужасно больно. Первый удар секатор на мгновение замер в воздухе, свидетельствуя, что Мегера прекрасно меня слышит. Во второй половине дня аббат номер семь по малой нужде, какова и беспокоит не только простых смертных, но и особ духовного звания, совершил короткое паломничество в отхожее место, оставив дверь в классную комнату полуоткрытой. И он, в свою очередь, был награжден неприятным разоблачением. Когда скрип башмаков возвестил о его возвращении, я заявил кропету уже доверительным тоном. Мне думается, на этот раз желание мамы сбылось. нынче утром я слышал, как она говорила, что у себя в доме она хочет видеть не столько наставников, сколько лакеев, и что аббат траке вполне подходит для этой роли. Второй удар. Отныне я не пропущу ни одного случая натравить моих врагов друг на друга. Я не остановлюсь перед самыми бандитскими приемами. Я утащу из шкафа пакет с дешевенькими мятными леденцами, и пакет этот оставлю у всех на виду около шапочки аббата. Пусть психимора заподозрит, будто он позволяет себе не вовремя угощаться конфетками. По любому поводу я буду расхваливать аббата номер семь, как наставника строгого, но справедливому. Аббата это будет злить, но благодаря моей установившейся репутацией критикана психимора не догадается, что я веду под нее подкоп. Что касается мс. Резо, то, по правде говоря, мне было довольно трудно подольститься к нему. Хотя отец был очень доволен, что за счет Фредди избавился от более крупных домашних неприятностей для себя лично, он относился ко мне с молчаливым презрением или, во всяком случае, с удивлением. Обратить старшего сына в козла отпущения он считал поступком неблагородным, хотя сам приложил к этому руку. Он ждал бурного взрыва с моей стороны. Мое молчание гарантировало ему спокойствие, но претило ему. Он ни на минуту не поверил официальной версии и с неслыханным коварством корил меня в душе за то, что я, так сказать, принудил его прикрыть своим отцовским авторитетом несправедливую расправу с Фредди. Я представлял в семье элемент сопротивления, на которое он втайне рассчитывал. Правление ее величества психиморы, лишенное оппозицией, угрожало тоталитаризмом. Поговорить с ним я мог быть только во время прогулок к мосту, но психимора было на чеку. Кропет вечно путался у меня под ногами, а Батта, как я, подобно предшествующему наставнику, упорно ходил за нами по пятам, перебирая четки и бормоча молитвы. И, наконец, случай представился. на пятый день заточения Фредди мне удалось избавиться от обоих заглядатаев и подобраться к отцу, задумчиво стоявшему под деревом на берегу Омэ. Передо мной был скучающий человек, нервно подкручивавший теперь уже совершенно седые усы. Он смотрел вокруг влажным взором, кругом ни души. Что тебе надо? Он прекрасно знал, что мне надо. Но примириться с некрасивым поступком это одно, а согласиться честно его обсудить для буржуа такого типа, как мусия Резо, совершенно невозможно. И речи не может быть о том, что он сознательно способствовал несправедливости. Надо изложить свое ходатайство таким образом, чтобы отец оказался в выигрышном положении защитника несправедливо обиженных. Иначе просьба моя будет отвергнута без рассмотрения. Прежде всего нужно соблюсти приличие, поднести свои доводы на серебряном блюде, словно ключи от ворот завоеванного города, которые победителю сущности не нужны, ибо он знает, что они бутафорские. Чуткость и великодушие — вот официально признанные достоинства нашего отца, самого бесхарактерного человека на земле. Этого жалкого отца семейства, одетого в куртку из облысевшей козьей шкуры и дрожавшего при мысли, что психимора может застичь нас врасплох. — Ну, что ты хотел мне сказать? Это на тебя не похоже вертеться вокруг да около? Весьма польщенный этой косвенной похвалой я осмелел. — Папа, я должен признаться вот в чем. Мы все замешаны в проделке с тайником. Скажу больше. Я первый подал мысль устроить такую кладовку. Я смотрел ему в глаза и теперь мне уже был не страшен его презрительный взгляд. — Я так и знал, снисходительно сказал отец и добавил с простодушной наглостью свойственной только ему. Ты хоть предупредил бы меня. Фредди все равно остался бы виноватым больше всех, поскольку он старший, но я не люблю, когда человек увертывается от ответственности. Мне казалось, что маме хотелось все свалить на Фредди. Стоп, на эту педаль не нажимать. Какие мерзкие расчеты ты приписываешь матери. Да, характер у нее нелегкий, согласен, но ведь и вы, дети, в особенности ты, Жан, унаследовали ее нрав. Иной раз вы просто отравляете мне жизнь, вечно все усложняете. в мое время все было гораздо проще. Но ведь вас воспитывала наша бабушка. Я произнес это слово очень тихо, проникновенным тоном. Отец снова заговорил, но уже ворчливо, что у него обычно предшествовало душевному волнению или следовало за ним. Не пытайся настроить меня против твоей матери. конечно моя мать была святая женщина. Я это прекрасно знаю, но все же и ваша мать не чудовище. Я молчу, пусть задумается над этим все же. В камышах нежно попискивает кулик, легкая ряльбь пробегает по мутной воде речушки, изредка мелькнет черная спинка проплывающей плотички. Папа, отдай нас в колледж. гневного отпора не последовало. Отец только вздохнул. А где же дружок взять денег? Я ведь не с тщеславия держу вас здесь. Домашний наставник обходится дешевле, чем содержание троих в колледже. Мы живем на преданное твоей маме. До войны оно представляло собой большое состояние, а теперь оно дает нам только некоторый достаток. О фермах и говорить не стоит. Арендные договоры заключены еще в 1910 году. И вники, если тебе угодно знать, приносят всего 1800 франков. И вдруг он как будто рассердился на самого себя. Нет, я не могу сдавать свои фермы из полу. В здешних краях это не принято. Фермеры, которые живут на нашей земле испокон веков способны и уйти от меня. Разумеется, такая ферма, как явники, если ее сдать из полу. Может приносить от 15 до 20 тысяч, смотря какой год выпадет, но где же мне взять денег на покупку скота и инвентаря? Богатейшие клювеньейки не дадут мне взаймы ни гроша. Заложить хвалебное? Но на что это будет похоже? Он мог бы зарабатывать, поступив на службу, и такая мысль приходила ему в голову. Если бы не вечные мои болезни, если бы я мог пренебречь своими научными трудами, а главное, если бы суд и администрацию не заполнили ставленники франкм масонов, я бы легко получил должность городского судьи. имя, но при нынешних обстоятельствах нет, 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 ни за что. Он не добавил, но несомненно подумал, что для носителя старинного имени Резо работа по найму не столь уж почетное занятие, только мелкая сушка обязана работать для того, чтобы существовать. Этот чудовищный предрассудок, унаследованный от благородных предков, все еще жил в семье Резо, хотя многие из них уже вынуждены были продавать свой труд. Наконец мусей Резо догадался, чего я жду от него, хотя я не смел и заикнулся об этом, опасаясь, что если я подскажу решение, отец надменно отвергнет его. Через три дня сказал он первое мая, по случаю дня моего ангела, я отменю все наказания. Я ушел очень довольный, однако никто не разуверит меня в том, что ко мне с тем прибегают слабые правительства. А теперь, Крупет, сходи за старшим братом, по случаю дня моего ангела я его прощаю. Отец молчал до последней минуты. В руках у него была целая охапка бенгальских роз, которые мы ему преподнесли, подавая их имениннику одну за другой по обычаю нашего семейства. Именно благодаря своей слабохарактерности отец выбрал наиболее удачный момент для помилования, ибо в такие минуты распри неуместны. И так психимора не решился ему возразить. Но, бросив взгляд в мою сторону, она дала мне понять, что ее не проведешь. она медленно вытащила из лифчика излишнего при такой плоскогрудости ключ от комнаты Фредди и протянула мне. Я предпочитаю хватая глотай, чтобы именно ты освободил своего верного помощника. Эта простая фраза указывала на перемену курса. Отныне она ополчилась против меня. Я стал главным врагом, против которого хороши любые средства. И впрямь наша Мегера до сих пор довольствовалась тем, что превращала в преступление малейший мой промах, изобретала тысячу сложнейших правил поведения, денно и ночь наследила за их строгим выполнением. Но она пока еще не осмеливалась прибегать ко лжи и клевете, ибо оружие это ненадежно и легко может обратиться против того, кто его применяет. А главное психимора не забывала, что ее власть на дна не проистекает из-за роли матери семейства, на которую сам Господь Бог и общество возложили обязанность воспитывать нас согласно высочайшим нравственным принципам с большой буквой, а посему она окружена в глазах людей ореолом, как и всякая другая мать. Она избегала прямой мести, соблюдала внешние приличия, выдвигала на первый план принципы христианской религии, законности и общественного порядка, одним словом ее жестокость опиралась на костыли правосудия. Теперь все пошло по-другому. Время не ждет. Первому сыну шел шестнадцатый год, второму пятнадцатый, третьему четырнадцатый. Эти цифры росли с каждым днем, с каждой неделей, с каждым месяцем. Они обращались против нее, как угроза. Равно, как угрозой казался ей наш рост, разворот наших Мегеру ждало неизбежное поражение. Мы становились взрослыми. Недаром же Фредди время от времени требовал себе отцовскую бритву. Наши юные мускулы пушок за губой ломающейся голоса казались психиморе покушением на ее власть, безмолвным оскорблением требующим кары. Мы все еще были ее детьми и всегда останемся ее детьми, имеющими только одно право повиноваться и служить подопытными кроликами для ее прихоти и произвола. Измывательства над нами стали своего рода гимнастикой для ее деспотизма. Ни о каких договорах не могло быть и речи. В нашем доме гражданская война отныне не прекращалась. Последующая неделя после именин отца была одной из самых ужасных. Разъяренная как паук, у которого взмахом метлы сорвали паутину, психимора принялась протягивать во все стороны новые тенеты. Поднимала крик из-за малейшего пустяка. Даже кропета за оторванную пуговицу на три дня заперла в комнате. Ведь этот трус, терроризированный обеими враждующими сторонами, не смел никого предавать. Я нечаянно опрокинул чернильницу на свою тетрадь по географии и за это меня тоже заперли на три дня в спальне. Психимора требовала, чтобы меня в наказание высекли, но Аббат при поддержке отца отказался. Не будем нервничать. Наказание должно соответствовать тяжести проступка. Психимора, уязвленная до глубины души, следовала за мной по пятам. Стоило мне подойти к двери, как она отталкивала меня и вопила. Ты что, не хочешь уступить матери дорогу? И даже умудрялась стукнуться о мой локоть. Скотина ты этакая, ты нарочно меня толкнул. Сейчас же проси прощения. Я с усмешкой подчинялся. Извиняюсь, мама. Такой неделикатный оборот речи, как вам известно, мало подходит для извинения, но он показывает, насколько обострилась наша ненависть. В сущности, этим выражением я совсем не приносил повинной, скорее наоборот, но ведь так говорит множество людей, не замечая своей невежливости, к тому же психимора, не слишком разбиравшаяся в тонкостях французского языка, не усматривала здесь никакого подвоха. Аббат номер семь, тот самый изверг, который явился к нам в хвалебное с людоедскими намерениями, вдруг взял курс к берегам нейтралитета. Между ним и психиморой возникло враждебное недоверие. Я продолжал самым благожелательным образом истолковывать все его распоряжения, во все услышание расхваливал нашего наставника и всяческими способами старался поссорить его с матерью. Вот один пример. Запас вина, употребляемого при богослужении, кончился. Психимор без всякой задней мысли выразил свое удивление, а я думал, что вина хватит надолго. Замечание в сущности безобидное, но, поскольку его слышали все, мне удалось благодаря ему окончательно рассорить аббата с хозяйкой дома. Два дня аббату приходилось за мясо наливать в чашу обыкновенное белое вино. Он не очень-то был уверен, что употребление этой кислятины при богослужении допускалось церковными правилами, ведь винная бочка, возможно, была обработана парами серой. На уроке я высказал эту мысль аббату. Ну, сказал аббат, нельзя быть слишком придирчивым, вино ваш отец покупает прямо у винодела, во всяком случае, вино для мессы мы получим в ближайшие дни. С невинным видом я обратился к Фредди. я слышал, как мама говорила, что за последние два месяца у нас вышло вдвое больше вина. Уж не подтягиваешь ли ты случайно из бутылочки, болван, ответил брат. Ты же знаешь, что бутылка заперта в шкафу. Действительно бутылку запирали, даже больше ключ от шкафа находился у аббата. Аббат номер семь, считая, что его священнослужителя подозревают в кощунственном пьянстве, побледнел и с такой силой потер руки, что захрустели суставы, но не сказал ни слова. Эта капля вина переполнила чашу. Он отстранился от всего, ограничиваясь только ролью наставника. Для завершения дел я написал его предшественнику аббату вадебонкеру и, заверив его в нашей вечной признательности, выразил сожаление, что ему пришлось добровольно уйти из-за нас, о чем мы глубоко сожалеем, хотя его преемник, человек, преданный своему делу, и мы его очень-очень любим, и так далее, и так далее. Это патетическое послание было переправлено миссионеру его общиной. Он без забиняков сообщил нам в ответном письме, что ушел не по собственному желанию, а лишь потому, что наша мать предложила ему не возвращаться после отпуска. Он же не счел возможным настаивать, что мое письмо очень его порадовало, так как он все время мучился мыслью, в чем же он погрешил против своих обязанностей. Обычно папа контролировал нашу переписку и, просмотрев письмо, передавал его для цензуры психи моря. На сей раз он передал письмо непосредственно мне и добавил, не за чем говорить о нем матери, а то будут неприятности. Но я показал письмо братьям и аббату, и он таким образом узнал, какую участь готовит ему психи моря. Он сблизился с отцом, подружился с этим великим знатоком двух крылых и совсем перестал помогать матери изобретать ежедневные подлости. В сущности он, как и все прежние наши наставники, был бедняк, нанятый по дешевке на рынке духовных лиц, оказавшихся без должности. Гражданская война продолжалась, если суп оказывался пересолен, нечего было обвинять в этом финну, потому что она всегда в меру клала все приправы. Впрочем, чтобы подчеркнуть свою причастность к злодеянию, в столовую врывалась возмущенная психимора и начинала орать. Подумаешь, какие разборчивые, суп превосходный, извольте, сейчас же все съесть. Чтобы заставить нас проглотить эту галясть, она сама съедала в нашем присутствии две-три ложки. Не раз она вбегала в классную комнату, размахивая рваной рубашкой, которую я отдал в стирку совершенно целой. Она нарочно ножницами делала в ней прорехи, за которые я отсиживал два дня под замком и прослыл неряхой, а под этим удобным предлогом отказывала мне в новой сорочке и приличном костюме. У меня уже вошло в привычку, сдавая через каждые две недели по субботам грязное белье, мы имели право сменять белье летом, через две, а зимой через три недели показывать психиморе, что носки у меня нерванные и на кальсонах нет дыр, разлучался я сам иногда все чинил перед врачей. Не беспокойтесь, за свои милые выходки ей приходилось расплачиваться с тарицей. Вовсе не сами ласточки оставляли каждый день свои визитные карточки на пледе мадам Резо по забытым ею на шезлонге. Это я собирал их беловатый помет и возлагал на плед психиморы в знак признательности и уважения. Марки из ее коллекции рвались не сами собой. Легкое прикосновение ножа во много раз снижало их ценность. А знаете ли вы, как можно испортить замок, всунув в скважину крошечный обломок булавки? Не удивляйтесь также, что цветочные семена посеянные в клумбы не прорастали, ведь им не шло на пользу регулярное орошение мочой. Скользь упомяну о гибели гортензии подаренных графиней Бартоломи нашей психиморевдении именины пересаженных на лучший участок цветника в великолепный чернозем, к которому примешали толченого шиферу для того, чтобы придать лепесткам гортензии голубую окраску. Они поголубели, даже чересчур поголубели. Недаром же Фредди добросовестно поливал их раствором каустической соты. Бедный папа, он же и сам не знал, что ему делать, как успокоить разъяренных детей и жену. Они отнюдь не старались облегчить его мигрени, ибо вряд ли злобные крики были такой уж мягкой подушкой для его больной головы. Напрасно старался он вырвать домочадцев из этой отравленной атмосферы. Дух злобы вселился в нас. Если мы еще и сопровождали его с удовольствием в генеалогических экспедициях, то лишь для того, чтобы устроить заваруху. Сейчас поясню, о чем идет речь. Приехав в какое-нибудь селение, мы оставляли отца в мэрии просматривать метрические книги, а сами отправлялись прогуляться в сторону церкви. И мы действительно шли туда, но не для того, чтобы осмотреть храм. Мы хватали требник, молитвенники, часословы и швыряли их в чашу со святой водой или в купель для клещения. Обычно в деревенских церквах в середине дня никого не бывает, и мы могли действовать спокойно, испортить механизм больших стенных часов, засунув камешек между зубцами шестерней, нагадить в исповедальник как раз на то самое кресло, в которое садится духовник перед тем, как отворить окошечко и выслушать кающуюся грешницу, погасить огонек, мерцающий над алтарем в прозрачной глубине лампады цветного стекла, раскачать, как маятник часов паникодила, свисающие на длинные цепи, взобраться на колокольню и отвязать веревки от колоколов, запереть дверь на ключ и забросить его куда-нибудь, если только мы не оставляли его себе для коллекции, сделать углем на стенах церкви оскорбительные надписи или подправить вечным пером объявления о предстоящих свадьбах, таковы были наши забавы, признаюсь, довольно пакостные. В сущности, ради чего мы все это делали? На зло, психи, мы хотели посмеяться над тем, что казалось мадам Резо главной основой ее власти над нами. Обыкновенно веру перенимают от своих матерей. Мы же ненавидели свою мать, и кощунство было естественным следствием нашего бунта против нее. В детских наших умах инстинктивно совершался тот же самый процесс, в результате которого республиканцы уже более столетия являются антиклирикалами именно потому, что королевская власть опиралась на христианскую церковь. Еще и по сей день, когда я задаюсь вопросом, откуда идет моя безотчетная антипатия к чему-либо, мне обычно нетрудно установить причину. Все, что было любезно сердцу моей матери, навеки стало ненавистным для меня. Еще и по сей день, если мне попадается на глаза аптечная склянка с надписью на этикетке «ЯД» или «Только для наружного употребления», я смотрю на нее с каким-то жгучим ретроспективным любопытством. Мне вспоминается наша первая неудачная попытка убийства. Я думаю об этом без малейших укоров совести и сожалею лишь о неудачном выборе средств, ибо мы дошли и до этого. Быть может, мы сами никогда бы не вступили на такой путь, если бы нас не толкнуло на него психимора. Психимора и морской скат, вонючий кусок ската, купленный по дешевке на рыбном рынке сыгре и отдававший аммиаком. Отца за столом не было, он уехал куда-то на два дня. Мать приказала подать себе яичницу из двух яиц, аббата номер семь предоставляла справа так же, как и нам, угощаться разворной дрянью, плавающей в соусе с какими-то белесыми сгустками. Кто не со мной, тот против меня. С аббатом траке теперь не церемонились. Так как мы не решались притронуться к столь лакомому кушанью, психимор накинулся на нас. Ну, в чем дело? Моим привередливым сыночкам не нравится скат, вам подавая в постные дни отварную форель. Мне кажется, рыба немного попахивает, заметил кропец. Довольно, завопила психимора, рыба превосходная, превосходная. Если вы ее не съедите, я вам покажу. Я вовсе не собираюсь вас травить, как вы отравили лошадей. Опять двадцать пять. Вот еще на свет Божий старую басню. Рыба была съедена. Только аббат номер семь оставил на тарелке свою порцию почти нетронутой. Психимора, пронзив его взглядом, тотчас ударился в свою комнату после благодарственной молитвы акропет, едва добежав до цветника, изрыгнул съеденного ската на куст бенгальских роз. Не помню уж, кем было произнесено слово Беладонна. Но лишь только Фина кончила убирать со стола, мы все трое очутились около шкафа вишневого дерева. Там на четвертой полке занимала почетное место склянка с Беладонной. Двадцать капель этой настойки мадам Резоу принимала за каждой едой со времени своего пресловутого приступа печени. Сто капель наверное хватит, прошептал я еле слышно. Ага, мы лошади отравили, да? Ладно, этакой порцией и в самом деле можно лошадь отравить, хихикнул Фредди. Кропет побелял как полотно бедняга братец, был навсегда скомпрометирован. Я принес пузырек, отсчитал каплю за каплей лекарства, операция длилась долго, насчитал сто капель и дали в склянку воды, чтобы уровень оставался прежним. Но при вскрытии обнаружат отравление, прошептал любимец психиморы, не выдумывая. Никакого вскрытия не будет. В худшем случае решат, что она по ошибке приняла слишком большую дозу. А куда же ты подальешь? Завтра утром подалью в кофе. Фредди отвлечет на минутку Фину, а я в это время вылью голодону в чашку. Все прошло благополучно. Но увы, мы не предусмотрели одного обстоятельства. Психимора так долго и в таких больших дозах употребляла это зелье, что приобрела против него иммунитет. Огромная доза белодонны вызвала у нее лишь сильные колики. Сидя за уроками в классной комнате, мы ожидали трагической развязки. Ничего не произошло. Ничего только десять раз к ряду с жалобным скрипом открывалась и закрывалась дверь в клозете угловой башенки. Фредди, посланный на разведку, установил, что пачка туалетной бумаги, предназначенная для личного пользования психиморы, сильно уменьшилась в объеме. Нам же разрешалось употреблять только газету Круа, и лишь после того, как Фина обрежет ножницами напечатанные в левом углу сей благочестивой газеты ее название и клише с изображением Голгофа. Нельзя же для столь низменных нужд пользоваться столь высокой эмблемой. Мегера вышла к завтраку, съела три листочка салата и без единой жалобы поднялась к себе в комнату. Нужно было взять цианистый калий, которым отец Марит Жуков, заявил Фердинанд. Да что ты? Цианистый калий оставляет характерные следы, испуганно забармотал Кропет. Не волнуйтесь, мы еще доберемся до нее. Очень скоро может произойти несчастный случай, заметил я в заключении. В течение нескольких недель я ломал себе голову. Что ни говори, но подготовить несчастный случай не так-то легко. Я не задумывался над самой сутью дела, над чудовищностью такого преступления. В моих глазах оно было столь же естественным, как уничтожение кротов или крыс. Но если отказаться от яда этого оружия слабых, которое при наличии современных токсикологических лабораторий является средством не слишком надежным, как сделать так, чтобы все поверили в естественную смерть психиморой. Право же, не так-то это легко. Убийцы и их подручные, которым попадет в руки моя книга, отлично меня поймут. В случае наконец представился. Представился во время нашей лодочной прогулки по речке Омэ. Однажды в воскресный день мы с братьями решили подняться вверх по течению вплоть до плотины, находившейся в двух километрах от нашего парка. В принципе, мы не имели права уплывать так далеко, но прогулка была столь заманчива, что мы забыли, чем это нам грозит. Надо сказать, что Омэ за пределами парка, где ее русло было искусственно расширено, превращалось в ручей, протекавший подновившим сводом зеленых ветвей и колючих кустарников. В довершении иллюзии любезной сердцу пятнадцатилетних, в нашей Амазонии, как мы называли этот дикий уголок, речка на поворотах была перегорожена затонувшими стволами деревьев, которые увязали в тени. И как увлекательно было перетаскивать на руках лодку через эти препятствия. В начале наша экспедиция шла успешно. Погода стояла прекрасная, словно сапфировые стрелы проносились над водой зимородки и с такой поразительной точностью влетали в свои гнезда, вырытые в берегах реки, что казались шариками бильбокия. Я увидел, что до одного гнезда можно добраться, чуть не полчаса упорно раскапывал норку и, наконец, схватил самку, которая сидела на яйцах в самой глубине норки. Затуши ее, предложил Фредди. Душат только змей, молодых голубков и подстреленных куропаток. Я вынул одну из многочисленных булавок, воткнутых в лацкан куртки и вонзил ее под крыло птицей. Я не сразу нашел сердце. Пришлось несколько раз втыкать булавку под теплые перышки. Кропет отвернулся и девчонка. Наконец зимородок все-таки умер. Теперь он больше не будет хватать уклеек. пронося над самой водой. Я положил птицу в карман. Возможно, я сделаю из нее чучело, как учил меня отец. Вспарывают на брюшке шкурку, отделяют ножки и крылья, отрезают их кривыми ножницами, обсыпают шкурку порошком сухих квасцов. Квасцы украду с чердака, где отец держит свои музейные экспонаты и трофей хранится до тех пор, пока его не съест моль. Едва я закончил это мелкое преступление, готовясь совершить более страшное, как рождались хорошо знакомые вопли психи море, вышедшие на военную тропу. «Дети, дети, где вы? Куда вы девались, дети?» «Только этого еще не хватало. Пойди так к чертовой бабушке!» пробурчал Фредди, считая это выражение крепким мужским ругательством. «Ну и попадет же нам!» простонал Кропет. «Мы живо повернули обратно. На мостике в предел дозволенных прогулок нас поджидала психимора. Она еще издалек крикнула нам «Немедленно вылезайте из лодки и отправляйтесь домой!» «Молчите!» сказал я тихо. «Молчите и предоставьте действовать мне! Мы проедем под мостом фредди дай кресло!» Решив, что она угадала мои намерения, психимора уселась на балку главную опору мостика, твердо решив спрыгнуть в лодку, когда та будет проплывать под мостом. по воле течения и благодаря моим стараниям лодка подплыла к балке, но в то мгновение, когда психимора прыгнула, я круто повернул направо, и наша матушка упала в воду. Я крутанул руль в обратную сторону, и лодка проплыла над самой ее головой, даже царапнула ее днищем, обшитым листовым железом. Мне удалось отплыть на такое расстояние, чтобы она не могла ухватиться за борт. Делая вид, что я растерялся, я нарушно выронил весло, у меня теперь было, так сказать, официальное доказательство, что я не мог прийти ей на помощь. Кропет издавал жалобные крики, а Фредди в экстазе потирал нос справа налево и все твердил. Блеск, блеск, не такой уж впрочем блеск. Психимора барахталась в воде в этом водорослевом бульоне, да-да, барахталась, а ко дну не шла. Она не кричала, не обращала на нас никакого внимания, она пустила в ход все приемы плавания, которым ее начали обучать в детстве, впоследствии она забросила этот спорт, но на нашу беду еще помнила достаточно, чтобы держаться на воде и даже проплыла несколько сантиметров кустой мостика. Фредди уже не ликовал. Вылезет, вылезет, окаянная, надо ее ногой по башке двинуть. Однако этот дельный совет он прошептал мне на ухо, но, сами понимаете, никто из нас не смел и пошевельнуться, во-первых, приблизиться к ней было невозможно, весло уплыло, и мы могли грести только руками, а во-вторых, сознательную неловкость еще можно истолковать как нечаянную, но ударить утопающего по голове, а это поступок совершенно недвусмысленный и влечет за собой ответственность. С бешеной ненавистью в сердце я смотрел как психимора спасает себя собственными силами, именно собственными силами, ведь в этой женщине было два существа, хрупкая и лишенная мускулов, еле живая мадам Резоу, вся в рукцах от тяжелых операций, и неукротимая психимора, твердо решившая выжить и сохранить жизнь своему двойнику. Она студом держала над водой голову с распустившимися мокрыми волосами, захлебывалась, но тотчас же выплевывала мутную воду, а она не желала тонуть вопреки мольбам, воссылаемым нами дьяволом. Вот она подплыла к берегу, вот ухватилась за пучок шалфея, он оборвался, снова упала в воду, вот уцепилась за кустик по крепчику, и как вскарабкала с наберег и в изнеможении рухнула на траву спаслась. И недолго она пролежала. Нельзя выказывать свою слабость перед тремя дурочками, ведь ей в голову не приходило, что по крайней мере двое из них сговаривались ее утопить и теперь в растерянности застыли в своей лодке, лишившейся текелажа. Психимора поднялась с земли, поднялась в мокром платье, облепившем тощие бедра и сразу начала орать. Да гребите же вы руками болваны эдакие. Вот я вам задам за ваше катание в лодке. Фредди подчинился приказу. Хороша работа, нечего сказать, заворчал он. Кропет проговорил очень громко. Надо же быть такими неловкими, вот безобразие и психимора, которая держится на ногах только силой воли, вдруг улыбнулась и, отряхиваясь как мокрая собака, уже не думая о нас, торопливо зашагала к усадьбе, получив теперь великолепный предлог для репрессий. Запрещено кататься на лодке всем. Наказание заслуженное. Рулевого под запор в его комнату. За что же на него возложена особая кара? Неловко повернуть руль не преступление, а в последнюю минуту психимора добилась, не знаю уж, каким образом, чтобы меня высекли. Набравшись минут на пять храбрости, Фредди вовсю прыть промчался по коридорам второго этажа, чтобы сообщить мне об этом через дырку в перегородке. Психимора сама срезала пруд и дала его аббату. Что ты будешь делать? Я зарычал. Вот увидишь, приятель, позабавимся. Приятель помчался в обратный путь. Я слышал, как он кугарем скатился по лестнице. Снизу доносились какие-то неразборчивые возгласы, его позвали. А тем временем я перетаскиваю шкаф, милый мой старый шкаф, источенный червями. В нем иногда укладывался спать Фредди, накрывшись старым тряпьем, ему без конца перешептывались в долгие зимние ночи. Шкаф приставлен вплотную к двери. Замочная скважина, кроме того, заткнута карандашом. Я подпираю его всем, что попадется под руку. Тут и стол, и кровать, и стулья. При таком заграждении, если только не прибегнуть к помощи тарана, ворваться в мою комнату почти невозможно. Проходит десять минут. Вдруг заскрипели башмаки, шествует аббат номер семь. Он вежливо стучится в дверь. Не помню уж, когда какой-то герцог, состоявший наставником наследного принца, порол его розыгами, зато неизменно соблюдал предборный этикет. Соблаговолите ваше высочество принять наказание. А ну, ваше преподобие, кто кого? Уберите из замочной скважины карандаш. Я не могу вставить ключ. Никакого ответа. Аббат номер семь не настаивает. Он выполнил свое дело и теперь идет доложить о результатах. Он спускается по лестнице. В сущности, он очень недоволен. Он находит, что мне назначено или слишком слабое наказание, если я нарочно столкнул мать в воду, этому, однако, никто не верит, или слишком строго, если я сделал это по неосторожности. По справедливости следовало бы наказать также и моих братьев, ибо они тоже совершили это путешествие вверх по уме. Если сегодня меня считают зачинщиком, почему же в прошлый раз вспомнили, так сказать, право старшинства и наказали одного Фредди? В этом нет никакой логики, и я это прекрасно понимаю. У меня очень сильная позиция. Даже мои братья не посмеют утверждать, что я хотел нарочно, молчок. Я в своем праве. Ни за что не открою дверь. Они смогут только взломать ее, да и то, если решаться позвать на помощь Барбелевьена. Но и тогда вряд ли меня схватят. Я выпрыгну в окошко, но вот целый отряд идет на приступ. Узнаю пронзительный виск психиморы, важный голос отца, мычание и тявка нефийный. Они остановились и уткнулись носами в дверь, как рыбки скаляли в стенку аквариума. Потребовали сдаться. Вытащи карандаш, верещала психимора, захлебываясь от злости. Послушай, Жан, будь рассудительным. Отопри дверь, произнес отец глухим голосом. Вероятно, он по привычке жвал усы. Отоприте, Жан, отоприте, Жан. Бубнил аббат однозвучно, как кулик в болоте. Молчание. Осаждающие совещаются. Папа говорит с оттенком испуга в голосе. А вдруг с мальчиком что-нибудь случилось. Для его успокоения я насвистываю несколько тактов знакомой ему песенки малюкка Марго. Он еще издевается над знаний. Снова визжит психимора. Наваливаются на дверь, толкают плечом. Толкают еще сильнее. Запор не выдерживает ног двери, вплотную придвинут шкаф. Сквозь зеленую щелку психимора разглядела баррикаду из мебели, нагроможденной у двери моими стараниями. Мальчишка с ума сошел. Он заградил дверь плотяным шкафом. Надо позвать Барбелевиена. Пусть придет с топором или с ломом. Но уж нет, Поль, извините, прошу без скандалов. Засем следуют различные возгласы. Все они исходят от психиморы. Гамма ее выкликов достигает самых верхних нот. Еще немного ее виск окажется за звуковым барьером и будет недоступен человеческому уху. Папа и аббат траке молчит. Оба поняли, насколько серьезно положение. Над хвалебным рет черное знамя бунта. На нем начертаны бесконечные семейные распи, раскол, громкие скандалы. Крайне заинтригованные повеселевшие Фредди и Крапет, притаившись в конце коридора, созерцают поразительное зрелище. Один из отпрысков Фризо восстал против домашнего правосудия и запер свою дверь перед его носителями. Я не вижу братьев, но представляю себе эту картину, ибо наша Мегера в приступе лютой злобой вдруг крикнула «Вон отсюда! Убирайтесь, мерзавцы, в свои берлоги!» Держите себя в руках, но успокойтесь, успокойтесь, дорогая, бормочет отец, крики ничему не помогут. Не забывайте, черт возьми, что мы носим фамилию Резоу. Переводя дыхание, он пытается возобновить переговоры. Жанн, отвори дверь. Жанн, я отменю обидное для тебя наказание. Ты просто посидишь неделю под арестом в своей комнате. Но проклятая Мегера тотчас завизжала. Ну уж нет, как бы не так. Я не уступлю наглому мальчишке, посягнувшему на мой авторитет. У меня на языке вертится крепкое словечко. Оно сжет мне губы, но я промолчал. Так лучше. Нельзя, чтобы меня считали светотатасом, попирающим материнские чувства. Надо по-прежнему разыгрывать оскорбленное достоинство. Мне бы эта мысль и в голову не пришла, если бы ее любезно не подсказал мне сам папаша. Таким образом, я произведу наибольшее впечатление на него, на аббата траке, даже на психимору. Преимущество будет на моей стороне, стук-стук. Осторожнее. Психимора вдруг сказала, остается только одно, приставить лестницу к окошку. Я бросаюсь к окну. Хватит ли у меня материала для второй баррикады? Сумею ли я преградить второй путь вторжения? К счастью, трудно ворваться в окно, когда осаждающий с трудом удерживает равновесие на верхушке лестницы. Достаточно будет заткнуть проем чуфиком и подпереть его двумя стульями. Я проделываю все это с лихорадочной поспешностью, и вторая волна штурма разбивается об это новое заграждение. Негодяй! Он все предусмотрел! Я узнаю голос матери, приглушенный голос. Он доносится сквозь комки сбившегося конского волоса в моем чуфике. И тотчас мне приходят мысли. И как это еще у нее хватает силы вести нападение, ведь она вся в шрамах, а нынче днем чуть не пошла ко дну, но и характер. Я горжусь ею и собой. В течение целого часа следует друг за другом мольбы, требования, угроза отдать мне в исправительную колонию на прасной стороне. Голоса раздаются за дверью, голоса раздаются за окном, они уже начинают ослабевать, осаждающие устали. В конце концов, голод выгонит волка из лесу, посмотрим, что запоет этот молодец, когда ему не дадут завтракать, так сказала психимора. что это ловушка? Может быть, они хотят ослабить мою бдительность, ворваться ко мне, когда я усну? Я жду новой атаки. Она не состоялась. Я отодвигаю распятие. Слушай, Фредди, они уже легли, старина, легли. Я только что ходил в нужник, в коридоре никого нет. Да, здорово ты, да, завтра что ты будешь делать? Не имею об этом ни малейшего представления, однако отвечаю, будет еще веселее, вот посмотришь. На следующее утро до Месси, Психимор, Аббат, Отец, Финна, оба мои брата собрались у моей двери, замочная скважина которой по-прежнему была заткнута карандашом. Фредди, от которого я узнал эти подробности, заверил меня, что кроме Аббата у всех был стевожный вид. Психимора куталась в свой неизменный халат из серой фланели с блеклыми настурциями и ее била нервная дрожь. У отца глаза опухли и покраснели от бессонной ночи. «Ну как одумался?» закричала Психимора и не дожидаясь ответа, который вполне естественно не последовал, приказала Акропету «Вступай за Барбелевьяном, да скажи ему, чтобы захватил с собой железный лом». За ночь она переменила решение. Модить меня голодом она сочла опасным. от мальчишки с такой упрямой башкой можно ждать самого ожесточенного сопротивления. Какой пример для братьев? И какая же это победа, если в конце концов герой свалится в постель от голода и его придется еще лечить? «Нужно было схватить меня в моем логове немедленно, наплевать на скандал». Отца она заставила согласиться с ее доводами. Пришел Барбелевьян, распространяя вокруг запах коровника. Он оставил свои деревянные башмаки на кухне и, вооружившись ломом, поднялся в одних носках на второй этаж. По обыкновению он шмыгал мокрым носом. Уже зная от кропета случившимся, он только пробурчал «Здравствуйте, вам!» и тотчас принялся за работу. Справился он быстро, поднажал хорошенько и дверь распахнулась. «Да что же это такое?» В последний раз взвизгнула потрясенная психимора. комната оказалась пустой. В ней царил образцовый порядок. Платяной шкаф стоял на своем обычном месте. Постель даже не была смята или же вновь старательно оправлена. На столе лежал сложенный в четверо листок бумаги, вырванный из тетради. отец сразу его заметил, он оставил нам записку. Но записка состояла всего лишь из двух букв, из двух огромных заглавных букв, начертанных синим карандашом М. В это самое время скорый парижский поезд мчался вдоль длинного султана собственного дыма к Леману через Бокарш, то есть через один из тех уголков мира, где больше всего коров, глядящих вслед пробегающим поездам. Расположившись в правом углу купе, я курил сигарету и читал да простит мне бух Ле Пюпюляр. Я сидел в правом углу, потому что обычно это место предназначалось психимори, когда мы ездили поездом по узкоколейке в Анже. Сигарету я курил потому, что отец почти никогда не курил, а читал Ле Пюпюляр, потому что это газета социалистов и, следовательно, враждебное лагерь Резон. Решение о бегстве я принял в 4 часа утра. Я вдруг ясно представил себе положение вещей. Понял, что психимора, боясь показаться смешной, не решится вести в своем собственном доме осаду комнаты провинившегося сына, но допустить, чтобы меня схватили в Веситле, да ни за что на свете. Как раз недавно я прочел отрывок из Шатебриана, где он рассказывает о своем сражении с учителем, которому было поручено его выпороть. Благородный юноша, я поступлю так же, как он, и даже еще лучше, скорее в путь. Ну, куда же отправиться? Ясно, черт возьми, в Париж. В Париж к дедушке Плювеньяку. Я официально потребую, чтобы он нас рассудил. Я буду посланником нашего тайного общества. Это довольно рискованно, но иного выбора нет. Я рассчитываю на растерянность, которую вызовет мое бегство, но спасительный страх, который мой бурный протест внушит отцу, и на то, что родителям придется во избежание нового скандала вступить со мной в переговоры, рассчитывать-то я рассчитываю, да не очень. Все эти соображения пришли ко мне уже после бегства, когда я старался оправдать свое решение. Сначала эти соображения у меня не возникали, или во всяком случае не возникали в связанном виде. Если бы нужно было все заранее обдумывать, взвешивать все последствия своих действий, прежде чем почувствовать их необходимость, я не был бы самим собой, я не мог бы жить. Я не захватил с собой никакого узелка с пожитками, надел свой лучший костюм, относительно приличный и темно-синюю суконную пелерину, на дорожные расходы. Я взял деньги из нашей тайной кассы. Как вам известно, под плиткой пола еще оставалось 200 франков. Наведя порядок в комнате, я спустился из окна по лестнице, которую осаждающие забыли убрать. Заметьте, впрочем, если бы лестницу убрали, я спустился бы более живописно, воспользовавшись простынями. Этот романтический способ я узнал из книги «Парижский мальчишка», иллюстрированная библиотека. Я отмахал голопом шесть километров до Сегре, купил на станции пачку сигарет Галуаз, вскочил в поезд, отходивший в 5.37. Все это я проделал как автомат, и вот я с удовлетворением мчусь, своим спором сожалея лишь о том, что брачи не могут видеть меня и нетерпеливо ожидая, когда же замелькают за окном незнакомые пейзажи. За Лиманом, за Ножан Лерор Тру, поля уже не разрезаны, на противные клеточки бесчисленными живыми изгородями, а широко раскинулись на все стороны, заветы солнцем, беспредельный, как моя сегодняшняя свобода. В вагоне народа не густо, напротив меня на скамейке сидят только три пассажира, немногочисленное семейство, отец, безобидное существо в старомодных брюках в полоску, мать с прической на прямой пробор, дочка, вероятно, моя ровесница, всю суть которой выдают опущенные ресницы. Они обмениваются слащавыми словечками «мамочка», «милочка», чмокают друг друга в шею. Девчонка отказывается от бутербродов с ветчиной, потом отломчика холодного роспифа, кривляка, отвратительная ломака, хотя я не дурна, а самодельный свитер туго обтягивает юную грудь, на которую приятно смотреть. Мне вспомнилась Бертина Барбелевьен или, вернее, Матлен изывников, у которой грудь побольше и соблазнительно подрагивает под корсажем. Вот если бы можно было ее потрогать. Не знаю почему, но мне очень хочется это сделать. Любопытно, как она устроена, упробуя ли она, и как прикрепляется к телу, так же, как и щека к лицу, или, скажем, каком яблоко к ветке. Поразмыслив, я решил, что, наверное, похоже и на то, и на другое. А поразмыслив еще, я пришел к выводу, что эта девчонка меня просто раздражает, так и тянет смотреть на нее, как будто в ней есть что-то необыкновенное, и это открылось мне только сегодня. меня раздражают ее скромно опущенные ресницы, которые она, случается, поднимает, бросая взгляд быстрый, как уклейка, мелькающая в камышах. Я встаю и, выйдя в коридор, смотрю в окно на равнину босс, развертывающуюся передо мной, как полотнище набелного сица соломина желтого цвета с пестрым узором из васильков и маков. Но когда Мари Тереза так ее зовет мать, выходит из вагона в шартре, я радостно пользуюсь случаем и так неловко даю ей дорогу, что она невольно касается меня всем телом. Я даже почувствовал, где у нее находится под плессированной юбочкой пряжка подвязок, подхватывающая бумажные чулки. Вот и ушла эта девица. Я шагаю по коридору. В вагоне есть и другие женщины, но они либо слишком молодые, либо слишком старые, ничего интересного, оставим все это. ведь говорил же Фредди любовь то же самое, что любовь к Господу Богу, о которой нам прожужжали все уши, значит, наверняка это дурацкая выдумка. Я пропустил вид, открывавшийся на швейцарское озеро в Версале. Черт с ним, мне столько уже наговорили об этом знаменитом ландшафте, на который глазеют все пассажеры, высовываясь из окон вагонов. За упущенное зрелище меня вознаградила картина парижских пригородов. Какой же это садовод полными пригоршнями разбросал семена, из которых повырастало такое разнообразие вилл и датчик. У меня весьма прочные эстетические позиции, и в большинстве своем эти домишки, на мой взгляд, достойны только лавошников, удалившихся на покой. Меня коробит при мысли о близком соседстве с выстиранным бельем, сохнущим на веревках и с клетками, где разводят кроликов. Почему не научили парижан прикрывать сарай и курятники живой изгороди из лавровых кустов? Я еще не знал, что широко располагаться в земельных владениях это роскошь, доступная лишь буржуазии, и что цена на землю в кране позволяет устраивать там зеленый пояс, который не подсил людям, живущим в красном поясе столицы. Монпарнас, наконец-то! я выскакиваю на перрон толпа подхватывает меня и несет турникету я героически одинок я первый из брачьев Фрезо смело ступил на мостовую Парижа но я уже не так уверен в себе и совсем не уверен что меня ждет у повиньяков людей незнакомых теплый прием а прежде всего как добраться до от Тея очевидно на метро хотя бы для того чтобы познакомиться с этим любопытным подземным способом сообщения но в какую сторону ехать я расспрашиваю блуждаю по лабиринту коридоров облицованных белым кафелем как стены молочных снова навожу справки контролер сжарившись над замешательством юнца участливо говорит обдывая меня запахом чеснока поезжаю в сторону Этуаль на станции Трокадеро пересядешь и поедешь к порт Дотей на остановке Мишель Анш Оте выходи только не спутай с Мишель Анш Молитор не забудь Он говорит со мной на ты и это тыканье совершенно неуместно но надо быть снисходительным к мелкой сушке когда она хочет оказать тебе услугу Так уж ведется в нашей семье такой традиции и по словам отца мы заслужили популярность в кране я бросил ответ спасибо любезно и таким тоном что контролер расстолбенел а я тем временем вскочил в первый вагон будто нарочно остановившись напротив меня двери автоматически захлопнулись и зажали полу моей пелерины я не умею отворять такие двери с достоинством жду когда на следующей остановке кто-нибудь войдет в вагон и освободит меня наконец около пяти часов вечера я добираюсь до улицы Пуссен и подхожу к дому где живет чета Плювиньяков увлекающаяся одновременно светской жизнью и политикой мой дед и моя бабка увы по линии психиморы я прохаживаюсь перед парадным не решаясь войти почтенного вида консьержка нисколько не похожая на обычных прибратниц бедных кварталов выходит из швейцарской ах извините из конторы этого роскошного дома и обращается ко мне с вопросом вы кого-нибудь ищете на каком этаже живет мс. Плювиньяк мс. сенатор на втором да-да на втором направо налево прямо против лестницы в нашем доме добавляет нас гордостью только по одной квартире на каждом этаже но должна вас предупредить что к этому часу сенатор еще не возвращается из Люксембургского дворца а бабушка дома консьержка поражена и окидывает меня испытывающим взглядом мой костюм по-видимому не внушает ей восторга и тогда я замечаю что у нее рыжие волосы простите а мадам Плювиньяк вас ждет и спохватившись добавляет на всякий случай мадам Плювиньяк наверное ждет воздам все и не думает я удрал из дому с натянутым видом рыжая впускает меня в контору тут все начищено до блеска не то что у нас в гостиной она предлагает мне стул и говорит пойду доложу мадам Плювиньяк у нее больное сердце и ей предписано избегать волнений проходит десять минут наконец консьержка возвращается сопровождаемая лакеем в полосатом жилете горничной в кружевной наколке все трое смотрят на меня почтительно но тревожно появляется и четвертое действующее лицо в прекрасно сшитом фраке я встаю сидите сидите мсье я служу дворецким у мсье сенатора а вы кто будете мсье Жан Ризоу внук мсье Клювиньяка это обилие мсье начинает меня раздражать я сажусь хотя я и плохо одет я имею право и даже обязан сесть ведь этот человек во фраке просто-напросто лакей высшего сорта он скалит клыки как будто собирается укусить меня несмотря на свою чопорность пусть он знает что мы Ризоу хоть и бедные нисколько не ниже богатеев Плюиньяков вас как зовут милейший Фельтьян Даркуль к вашим услугам угодливый изгиб его спины усилился он понял породистого щенка сразу видать так вот Фельтьян я жертва несправедливости и не желаю терпеть наказания оскорбительные для моего достоинства и поэтому я приехал просить чтобы мсье Плювиньек глава нашей семьи рассудил нас это неправда мсье Плювиньек хоть он и приходится мне дедом вовсе не является главой нашей семьи я и не собирался провозглашать его главой этот дипломатический термин нечаянно сорвался у меня с языка четверо моих собеседников многозначительно переглянулись поняли наконец что я не сумасшедший ни какой-нибудь заразный а горничная тоже миленькая и грудь у нее красивая но в конце концов слуги поднимаются по лестнице за исключением консьержки которая теперь уже не решается присесть на стол в моем присутствии и говорит со мной чрезвычайно почтительно здорово у Плювиньеков строго соблюдается этикет жду еще минут пять нельзя сказать что в этом доме меня встретили невежливо но и нельзя утверждать что при первом моем посещении бабушки никогда впрочем не выражавшие желание познакомиться со мной мне оказали чересчур теплый прием я презираю или вернее меня научили презирать плебейские звонкие поцелуи и прочие проявления нежности на такие церемонии это уж чересчур все это спесь которую выдают за гордость вот она порода жирафов вытянув свои длинные шеи все в пятнах предрассудков они пережевывают четыре сухоньких листика трепещущие на самых верхних веточках генеалогического древа внезапно раздается собачьи тявканье консьержка бросается к двери отворяет ее и в комнату врываются три белоснежные баллонки появляется бабушка все еще белокурая предшествуемая своим лорнетом животом и ароматом крепких духов она оставляет на моем лбу след накрашенных губ отходит на пять шагов и нацеливает на меня свои дальнозоркие глаза комната становится ужасно маленькой она говорит и слышим только ее голос что за фантазия пришла тебе в голову дитя мое надо было предупредить нас за две недели мы бы обсудили да-да я понимаю ты не мог предусмотреть свои выходки и все же как это досадно у меня сейчас хлопот по горлу а сенатор просто не выходит из люксембургского дворца ведь министерство твой гляди рухнет и как ты вытянулся ведь тебе еще очень мало лет но вид у тебя неважный я знаю что у всех резов здоровье плохое но надеюсь наша кровь все переборит о боже мой кто тебя так ужасно вырядил ну идем идем надо немедленно принять ванну я уверена что ты голоден Жозетта Филисиэн о боже мой какая неожиданность Юрбен скорее пошлите телеграмму моему зятю чтобы его успокоить ну а что это за трагическое происшествие о котором мне сейчас сказали а гадкий мальчик ты отказался подвергнуться оскорбительному наказанию узнаю фамильную гордость Плювиньяков вот уж не думала что Жак будет так жесток со своими детьми но мы все это уладим сейчас главное вода и мыло прежде всего ванна ванна а зачем мы купим для тебя приличный костюм ну иди скорее иди дитя пока мы с бабушкой поднимаемся в лифте она безумно кулепечет какие-то светские пустячки дворецкий голубом сбегает по парадной лестнице на что ему дает право его должность остальные слуги направились в хозяйские апартаменты по черному ходу я вступаю в холл меня поражает его роскошная обстановка и пышный ковер в котором утопают ноги но я изо всех сил стараюсь не показать своего восхищения Жозетта завладевает мной пожалуйста со мной и вот я в ванне совсем голый перед этой девушкой это яда который мнел себя взрослым а теперь совсем голый как маленький Жозетта не догадываясь о моем смятении трет мне живот и спину безупречно чистой перчаткой из мохнатой ткани с плотным как у ковра ворсом трет так усердно что у нее под блузкой колышется грудь господин сенатор пожалуйста добрые люди не забывайте этого титула дающего право на признательность нации возвратился домой поздно его белые гетры безукоризненная складка на брюках большой портфель из свиной кожи с сиреневой шелковой галстук бабочкой произвели на меня сильное впечатление господин сенатор имел рост метр восемьдесят семь сантиметров усы не такие пышные как у моего отца он красил в черный цвет я внимательнейшим образом рассматривал его через стеклянную дверь бабушкиного бодуара загроможденного дорогими безделушками но не спешил к нему выйти я ждал в окружении двух котов один сиамский а другой дымчатый персидский и трех баллонок совершенно одинаковых их отличали между собой только по цвету ошейников я ждал в бодуаре вымытый тщательно причёсанный и надушенный в костюме из чёрного бархата в коротких штанишках для меня это было оскорбительно зато молодила бабушку послушался домашний совсем не сенаторский голос дедушке он говорил представь себе дорогая опустим этот разговор мадам плювеньек удостоила его коротким смешком и поспешила большими глотками допить свою чашку чая господин вице-президент комиссии по вопросам морской торговли дедушка занимал также и этот пост продолжал я ищу вам и другой анекдот припас вы знаете виконте де шамбр депутата от нижней лары оказывается бабушка знала этого олуха говорят он позвал в гости одного из наших сенаторов а пригласительное письмо составил следующим образом приходите к нам сегодня пообедать чем бог наклал а далее подпись де шамбр если это и неправда то ловко придумано персидский кот подал голос вместо меня а ну ка посмотрим на юного шуана нагрянувшего к нам как снег на голову проговорил месье плевеньяк вы сказали что он хочет прибегнуть ко мне как к арбитрух ну что ж это порыв чистой души в дверях будуара появилась высокая фигура и пробуя свои силы в роли юпитера месье плевеньяк продекламировал громовым голосом так вот он каков наш молодец упрямая башка узнаю узнаю свою кровь а теперь расскажи о своей трагедии я подошел к окну и принялся рассказывать он рассеянно слушал меня воскликнул он прервав мое повествование откуда у вас эта бронзовая статуэтка дорогая я раньше ее у вас не видел где вы ее откопали бабушка тем временем унимала подравшихся собачонок я кончил свой рассказ поверьте я изложил только голые факты эти светские господа оказались безнадежно пустыни дедушка полагая что ему уже все понятно сделал широкий жест и на руке его сверкнул бриллиант в четыре караты все это пустяки пустяки дитя мое я уже давно отвержу Жаку не достает авторитета а нашей боль опыта но я положил себя за правило не вмешивать в своих дела да у меня на это и времени то нет вот чем мы государственные деятели платимся за свои успехи на политическом поприще мы не в состоянии уделять родным детям хотя бы частицу тех забот которые отдаем общественному благу ты обратился ко мне за помощью мальчик я не хочу тебя разочаровывать я наведу порядок в своей семье но я тебя предупреждаю сделаю это лишь во имя справедливости и не вздумай впредь беспокоить меня по пустякам сенатор достал из золотого портсигара сигарету и чиркнул платиновой зажигалкой затем небрежно вытащил из софьянового бумажника несколько кредиток и сунул их мне в руку поживешь здесь пока за тобой не приедет отец вот тебе немножко денег на карманные расходы не утомляй бабушку жозетта покажет тебе париж он вышел из комнаты и даже скрип его ботинок свидетельствовал об их высокой цене право этот мальчишка мне нравится как портной принес мне новый чтобы он и голос его затих заглушенный плотными драпировками отец не заставил себя ждать на следующий день он уже был в Париже вернувшись из музея Гривен я к великому своему удивлению застал его в Будуаре он сидел в глубоком кресле и беседовал с бабушкой а это ты голубчик свердит сказал он Жак прошу вас тотчас вмешалась бабушка но у отца не было воинственных намерений он просто соблюдал приличие ты нас так огорчил добавил он более мягким тоном если ты действительно считал несправедливым наказание которое тебя назначила мать обратился бы ко мне я никогда не отталкивал своих детей подождите прервала его бабушка ведь мать действовала с вашего согласия отец нетерпеливо затеребил сын моя выходка очевидно нисколько его не взволновала но он долго не мог простить мне то что я обжаловал его отцовский приговор высшей судебной инстанции которую он не признавал законной как только бабушка вышла из будуара он поспешил сообщить мне об этом можешь быть доволен дружок воображаю каким извергом я выгляжу в глазах господ плювиньяков раз ты взмолился чтобы они защитили тебя от злоупотребления отцовской власти я не сразу ответил ему я думал о том что если бы мой сын выкинул такую штуку я бы попросту отшлепал его как следует и притащил бы за уши домой психи мы ранее читали нашему папаша она знала что делать раз у человека нет ни капли своей воли и он всегда подчиняется чужим желаниям по какому праву он вечно твердит о своем авторитете авторитет завоевывается а не выпрашивается как потерянный мячик конечно мне было немного жаль отца но я тут же вспомнил что уже много лет нас мучили с его согласия с его благословения при его благородном содействии и в бабушкином будуаре где мне нечего было бояться я нашел в себе смелость сказать этому человеку который был моим отцом и этому отцу который не был настоящим человеком мужчиной простите за откровенность папа но зря вы твердите о своем авторитете никакого авторитета у вас нет от такого оскорбления отец вскочил побагровел как лакмусовая бумажка в кислоте и чуть не задохнулся не смей запрещают и просто тут весьма кстати возвратилась бабушка ну вот я так и думала сухо сказала она Жак вы кричите словно унтер если уж на то пошло мы оставим мальчика у себя до тех пор пока ваш гнев не утихнет и повернувшись ко мне добавила после завтрака Жозетта поведет тебя на Эйфелеву башню и так я осматривал башню в обществе служанки именуемой в литературе камеристкой в кабине подъемника где стекла исцарапаны исчерченные надписями настоящих и поддельных женихов и невест всего мира желающих увековечить здесь с помощью бриллиантового колечка свое имя я воспользовался давкой и прижимаясь к Жозетте предательски обследовал строение ее тела около подмышек именно около потому что я не смел давать волю рукам молоденькая горничная сначала не удостоверила заметить мои махинации но в конце концов улыбнувшись крепко сжала мои запястья от этого жеста и от этой улыбки женщины которая защищается я преисполнился непомерным уважением к собственной персоне но все же я присмирел тем хуже для нее угасла ее улыбка тем хуже для меня вечером я встретился с отцом лицо у него уже просветлело ибо он весь день удачно трудился во славу двух крылых насекомых на всякий случай я захватил с собой несколько ящиков и в частности мои драгоценные экземпляры еще не описанных насекомых господа ученые в музее очень заинтересовались даже больше чем заинтересовались я особо оговорю в своем завещании чтобы всю мою коллекцию передали в энтомологический отдел музея вот не думал что мои научные работы пользуются такой известностью знаешь кажется меня хотят представить по линии Министерства народного просвещения он с нежностью потрогал петлицу на ласкане своего пиджака затем приложил палец к губам и наконец с поразительным отсутствием логики свойственным только ему дал мирное завершение нашему утреннему разговору кстати по поводу того что я тебе нынче говорил я хочу чтобы ты понял одно когда у тебя появляется такое чувство такое ощущение что с тобой поступили несправедливо и что я не сделал всего необходимого чтобы предотвратить эту несправедливость помни что мне в таком случае приходится считаться соображениями считаться высшими понимаешь соображениями ну словом соображениями побуждающими меня пренебрегать мелочами ради существа дела им серий зол откашлялся чтобы прочистить горло где застряли на манер соломенной трухи эти высшие соображения прочистив горло он проговорил почти искренне видишь ли если бы ты во имя семейного согласия принес хотя бы сотую долю тех жертв какие принес я пожалуйста не воображай что по слабости характера это неверно то жизнь в нашем хвалебном была бы сносной надеюсь ты не сомневаешься что я люблю своих детей порыв то что называется на театральном жаргоне порыв отчасти искренний отчасти наигранный в значительной мере объясняющейся актерскими чертами которыми я обязан моему воспитанию и собственной натуре порыв гаврия бросил меня в объятия миссия рызо и он торжественно прижал меня к своей груди а бабушка обладающая острым сценическим чутьем к выигрышным выходам появился за кулис как раз в нужный момент дабы полюбоваться умилительной картиной ого воскликнула она теперь я со спокойным сердцем отпущу вас домой наш отъезд которого от всей души желала эта важная дама более привыкшая холить собачек чем заботиться о детях состоялся через день после осмотра еще нескольких исторических памятников перечисляю таковые в порядке значимости которую предавал им отец собор парижской богоматери часовня людовика святого музей естествознания вернее энтомологический отдел лувр диумфальная арка все теперь я знал все о нашей столице во всяком случае все самое существенное конечно мы не успели осмотреть кое-какие второстепенные церкви и музеи но у нас уже не осталось времени мерить шагами их половицы не заглянули мы и в пантеон но с тех пор как левые хоронят там своих великих людей его уже нельзя считать национальным историческим памятником что же касается дома инвалидов то бесспорно это впечатляет но ведь в конце концов это лишь усыпальница генерала который преследовал папу пия седьмого недаром этому папе понятно то мои догадки дали такое смешное имя должно быть перед лицом этого грозного завоевателя он намочил свою сутану на этот раз мы приехали на монпарнастский вокзал в машине а не в длинном такси а в роскошном автомобиле марки изотто фраскини собственном автомобиле сенатора который кроме прочих своих должностей составил членом национальной комиссии по развитию французской промышленности за рулем в белой ливреи сидел юрбен совмещавший обязанности коммердинера и шофера вот уж не думал я что плювиньеки такие богатые заметил я ответил отец твой дед и бабушка беспечно проживают огромное состояние которое оставил им твой прадед он был банкиром собирал свои капиталы по всем выгребным ямам второй империи лучше не будем об этом говорить если бы эти богачи плювиньейки помогали своим детям много бы им простилось но им на детей плевать они мало нами интересуют этот выпад означал что сенатор отказал отцу денежной помощи мс. Резо и сам в этом признался впрочем сегодня мне еще повезло твой дед выдал мне чек на пять тысяч франков бросил подачку мне было стыдно за него отец взял билеты в третьем классе на нашей местной линии мы всегда ездили во втором классе но здесь нам не грозила встреча со знакомыми которых весьма удивила бы такая экономия снял габардиновое пальто папа тщательно завернул в него ящики с коллекцией насекомых и бережно положил их на полку для багажа затем надел очки его уже становился дальнозорким и развернул книжную новинку второй том очерков по лингвистической географии доза но я вскоре прервал это высоконаучное чтение папа а дедушка в самом деле очень важное лицо в сенате месье Резо посмотрел на меня поверх очков и сердито бросил не мешай мне читать однако тут же заговорил радуясь случаю ошельмовать своего тестя сенатор уже двадцать лет ждет чтобы оценили его патриотические чувства и назначили министром но никому он не нужен что заслужил то и получил он человек безличный ты же знаешь у Плювеньяков резкий взмах правой рукой нет убеждений лишь только он произнес эти слова в купе вошел и уселся на скамью какой-то человек уж у этого-то пассажира несомненно были убеждения но увы убеждения пагубные так как он широко развернул газету юманитет на задание мне отец стал неодобрительно покачивать головой наподобие негра в автомате поклонения волхвов когда оттуда опустил десять сум о господи прости им ибо не ведают они что читают мсерез узнал что читать недаром его предки двести лет не дотрагивались до книг находившихся под запретом он вновь углубился в чтение очерков по лингвистической географии поезд тронулся а я делал вид что определяю составляют ли цифры в номере нашего вагона а н четырнадцать пятьдесят девять четыреста пятьдесят семь простое число появление контролера вернуло отца к обыденной действительности коммунист предъявил бесплатный билет железнодорожника все пассажиры в купе смотрели на него с обычной в таких случаях неодобрительной улыбкой мсерезо протянул контролеру два обыкновенных платных билета старушка из богадельни с крестиком на тощей шее принялась лихорадочно рыться к своей сумочке вывернула все карманчики извлекла из них четкие зубную щетку половину к ребенке номер лизетты и наконец нашла билет в уголке носового платка с меткой м м и с пятнами крови у нее должно быть шла кровь из носа ребёнка ребенка еще нет трех лет заявила ее соседка дама с замысловатой прической и торопливо посадила себе на колени мальчишку про которого она только что сообщила нам что он очень развитой для своих пяти лет Пассажир, который дымал в углу напротив меня, прислонившись головой к полотняному чехлу спинки диванчика, проснулся и подал представителю железнодорожной компании длинную полоску бумаги, испещенную надписями и жирным карандашом. Такие билеты обычно выдаются при сложных маршрутах. Контролер повертел бумажку в руках, рассмотрел ее с оборотной стороны, высказал предположение, что тут вкралась ошибка, так как этот поезд не предназначен для тех, кто пользуется льготами во время отпуска, но не стал придираться и милостиво пустил в ход свои щипцы. Однако, привыкнув пробивать твердый картон, они только мяли бумагу. — Какие строгости пошли, — слабо запротестовал пассажир, когда скрылась фуражка с красным акулышем. — Видно, и последние наши права им поперек горла встали. — Совершенно правильно говорите, — поддержал его человек, читавший юмонитет. А вдруг месье Резо ринулся в бой. — Что вы жалуетесь? Что вы жалуетесь, господа? — Я вот плачу за свои билеты и налоги плачу, а мне налоговое управление делает скидку только на тридцать процентов, ввиду того, что у меня трое детей. — И этой маленькой льготой вы обязаны рабочему классу, — насмешливо сказал коммунист, определив с первого взгляда, к какому классу принадлежит его противник. Но тот уже закусил дела. — Хух, — воскликнул он, — я охотно отказался бы от этой тридцатипроцентной скидки, если бы государство соблаговолело вернуть мне то золото, которое я дал ему в долг, а получил за это бумажки. — Делать сбережения — ошибка. — Согласен с вами, — сказал коммунист. — Сбережения? Да кто их будет делать? Носитель имени Резон? За кого же здесь принимают моего отца? Обдумывая ответ, он соглашался лишь на то, чтобы заменить слово «предки» обидное для тех, кто их не имеет словом «поколение». Когда многие поколения, — сказал он, — терпеливо создавали состояние, и на твоих глазах она рушится за несколько лет из-за финансовой демагогии, которая систематически подкапывается под обладателей ренты, тут уж не приходится гордиться своей страной. — Коммунист перешел в нападение. — Обладатели ренты... — Ну, милостивый государь, хорошо еще, что им дают эти облигации. Я вот, например, имею бесплатный билет, потому что я железнодорожник, помощник начальника станции, но никаких рент у меня нет, и это нисколько не вредит моему здоровью. Я работаю. — Если бы и господа буржуа работали вместо того, чтобы жить бездельниками, то есть паразитами страна, не дошла бы до теперешнего положения. И тогда мсье Резо воинственно, ощетив усы, воскликнул. — Не клещите на буржуа, мсья. Буржуа — это олицетворение благоразумия, рассудка и традиции Франции. — Не Франции, а Франка. Так будет вернее. Отец на лету перехватил эту парфянскую стрелу, и, чтобы она не вонзела слишком глубоко в его грудь, пустил ее обратно в нападающего. — Ну, правда, ведь нам, буржуа, неизвестен курс рубля. После такого обмена любезностями противники умолкли. За окном бесконечные ленты проносились пейзажи. И я, который никогда не бывал в кино, позевывая, смотрел на этот документальный фильм. Старуха из богадельни улыбнулась мне, так как я оказался сыном защитника общественных устоев. В сабле поезд перевели на местную линию, и вагон наполнился белыми чипцами крестьянок и корзинками, из которых высовывались головы уток. В Грельз-Ан-Буэр железнодорожник сошел, посмотрев на попутчиков с ехидной улыбкой. На перроне его ждали приятели или, говоря его языком, товарищи. И, несомненно, он пересказал им свой разговор в вагоне, так как до нас долетел обрывок фразы. Ну и отщелкал я его. Расторженный им серый золк вдруг обнаружил, что ему мешает солнце, и, дернув шнурок, спустил шторку, закрыв этим голубым веком око Москвы. Заметив на лицах новых пассажиров одобрительные улыбки, он с показным отвращением схватил ее маните, забытую на скамье коммунистам, и, скомка в газету, швырнул ее под скамью. Поезд двинулся дальше, в кране. В край качаной капусты, коснеющих шуанов, кроликов, круглоглазых сов и каркающих лорон, кружащих над колокольнями. В шатое Гонтье поезд опустел. Крестьяне отправились по другой ветке в кране на ярмарку. Мы остались одни. Наконец-то появился и Сегре-Центр Супрефиктуры, произвольно зачисленный членами конвента, в департамент Мен-Илуара, край богатой железной рудой, который, однако, так и не смогут разрабатывать на полную мощность, пока к шахтерам будут проникать крамольные идеи смутьянов, железнодорожников и прочих читателей юмонита. Выйдя из вагона, отец смущенно пробормотал скороговоркой. — Мать, я скажу, что я просил тебя по случаю твоих именин. Я резко остановился. — Нет, папа, вы просто отменили несправедливое наказание. Студом, удерживая в руках свои ящики с двух крылыми, отец, заметив, что я шагнул в сторону, испугался. — Ну, хорошо, хорошо, — сказал он. — Где только так? Надо же улазить дело. — Ой, когда ты, наконец, станешь благоразумным? Я ставлю точку. Впервые ставлю точку. Я где-то читал, что иногда необходимо бывает сосредоточиться и, подобно капитану, вооруженному секстантом, определить свое положение среди течений, ветров, идей, голосов всего мира. Вернувшись из Парижа, я был встречен прекрасно разыгранным всеобщим равнодушием и бойкотом братьев. Лишь на несколько дней так, по крайней мере, считала мать, которой пришлось немало потрудиться, чтобы запугать их до такой степени. А может быть, и на всю жизнь, ибо слишком далеко уплыл от них мой корабль. В моих глазах они просто юнги. Психимора оставила меня в относительном покое. Она поняла, что придется еще раз изменить тактику. Я одержимый. И меня ничем не приведешь к повиновению, а уж тем более побоями. Взять меня можно только измором, подвергнуть карантин молчанию. Мегера прекрасно знала, что при своем боевом характере я недолго выдержу оскорбительное перемирие и скоро сам полезу под огонь ее батареи. Она приняла твердое решение изгнать меня из семьи любыми средствами. Любыми, даже самыми вероломными средствами. Усыпим настороженность этого мерзавца обманчивой безопасностью. И тогда он выкинет какой-нибудь идиотский фортель. Я ставлю точку. Иначе говоря, я утверждаю свою личность. Это первое испытание, не имеющее ничего общего с покаянием, ибо я вполне доволен собой таким, каков я есть, и хочу лишь одного. С каждым днем все больше становиться самим собой. Это первое испытание произошло в полдень на большой перемене на верхушке тиса, который поистине стал для меня местом уединения. Моей дозорной башней, куда братья не решали скарабкаться, потому что можно было легко сломать себе шею, несомненно, поэтому психимора никогда не запрещала мне лазить на мой тис. Я ставлю точку. Не знаю почему, но, взобравшись на вершину своего любимого дерева, я чувствовал себя совсем другим. Я поднимался выше голубых крыш нашего хвалебного. Выше меня проноселся только западный ветер, да подолгу летали вокруг своих гнезд потревоженные вихири. И на этой высоте я отрешался от своей жизни. Множество неприятностей, множество обидных мелочей, из-за которых мы страдаем гораздо больше, чем от глубокой раны, вдруг все исчезали, падали куда-то вниз, как коричневые засохшие иголки, устилающие землю под елями. Что я здесь такое? И почему я здесь? Что за ветер, веющий в часы ненужных мечтаний, раскачивает меня в одном ритме и наравне с этой веткой, которая держит меня, как чужеродные плоды, скоро отбросит прочь, отбросит в мое будущее, теперь уже близкое будущее, отбросит туда, где я смогу один-одинешенек пустить корни в почве, избранной мной самим, удобренный по моему выбору, укорениться в избранной мной самим духовной и плотской жизни. Мне предстоит выбрать, каким способом гнить, ибо зрелость уже несет в себе зачатки и гниение, следовательно, жить — это я на пороге жизни и созревания. Найду ли я его в ненависти или в любви? И как же хорошо сейчас меня обивает ветер, какой бесконечной чистотой исполнено все мое существо. Я ставлю точку. Сейчас я не тот, кем я хотел бы быть, но буду тем, кем захочу стать. Ты родился в семье Резо. В том веке, когда родиться в семье Резо, значит дать сто очков вперед соперникам, состязающимся с тобой на листалище жизни. Ты родился Резо, но ты им не останешься. Тебя не остановят препятствия, которые ты угадываешь впереди, хотя и не знаешь еще, в чем они состоят. Ты родился Резо, но, к счастью, тебе не привили любви к этому роду. Ты нашел у своего семейного очага не мать, а чудовище, груди которого источали яд. Ты не знал материнской ласки, которая служит укрепляющей закваской в естестве счастливых детей. Всю жизнь ты будешь изрыгать воспоминания о своем детстве, будешь изрыгать их в лицо Господу Богу, который посмел совершить над тобой такой эксперимент. Созреешь ли ты в ненависти или в любви? Нет. Пусть будет ненависть. Ненависть более сильный, более мощный рычаг, нежели любовь. Конечно, ты постараешься забыть. Конечно, тебе хотелось бы испробовать всяких сладостей, приятно слащавых нежностей, которые тают на язычках юных сентиментальных кузин. Ты с жадностью набросишься на лакомство любви, но ты их изрыгнешь, изрыгнешь вместе со всем прочим. Я ставлю точку. Я не отличаюсь скромностью. Эта черта, унаследованная от Резо, навсегда сохранится во мне. Я — сила природы. Я выбираю путь бунта. Я живу всем тем, что мешает им жить, этим господам Резом. Я — отрицание их унылого согласия с общепринятыми взглядами. Я их противоположность. Я презираю их пресловутое терпение. Я — охотник за совами. Я — заклинатель змей. Я — будущий подписчик. Юмани-де. Дети, пора за уроки. Я — ваше бесчестие. Я — мститель, посланный нынешним веком в ваше семейное болото. Дети, пора. Молчи. Молчи, психимора. Я нарушно опоздаю. И ты не посмеешь мне ничего сказать, потому что ты боишься меня. Потому что я хочу, чтобы ты меня боялась. Я сильнее тебя. Ты идешь к упадку, а я расту и вытянусь вверх, как пугало, которое в час заката отбрасывает огромную тень через все поле. Я справедливая кара за твое преступление, небывалое в истории матерей. Я — олицетворенное возмездие и даю обещание небывалое в истории сыновней любви покарать тебя в твоей старости. Дети, заткнись, психимора. Я тебе не сын. Крайне довольный этой первой своей бравадой внутренней, я спускаюсь с ветки на ветку, оставляя на кончике острого сычка лоскут моей куртки, и не спеша направляюсь в классную комнату, где оба моих брата уже корпят на тетрадине. Но психимору я не видел. Она не стала меня дожидаться. Отметим эту поблажку, эту учтивость палачихи, и вложим в ножны зря точный меч. Меня ждет нежный Шелли, честь и слава английского языка, на котором мы уже не говорим за столом с тех пор, как мадам Ризо заметила, что мы знаем английский лучше, чем она. Прошло два месяца. Моя вылазка не была забыта. Психимора нераз сдержанно намекала на нее. Длинит огонь скрытой гражданской войны. Быть может, меня собираются отдать в коллеж. По словам Фредди, Мегера даже предлагала засадить меня в исправительную колонию, но так как дело происходило в пору летних каникул, план отпал сам с тобой. Возможно, к нему вернутся в конце сентября, если курс ценных бумаг поднимется, что впрочем маловероятно. Об оттреке в отпуске. Мы одни под непосредственным командованием психиморы. Я все еще ношу парижский костюмчик черного бархата. Мать быстро смекнула, что короткие штанишки унизительны для моих пятнадцати лет. Для отца настали счастливые дни. Мириады мошек жужжат в заливных лугах, над осокой и кардамоном. Однако сейчас для мсье Резо важнее всего не вопросы энтомологии. Он хлопочет о предстоящем праздновании, которое должно отметить четверть века пребывания восьмидесятилетнего Рене Резо во французской академии. Хотя этот ученый-стариц является лишь блестящим представителем одной из боковых ветвей семейства Резо, о чем умеет напомнить наш отец глава старшей ветви. Усадьба, хвалебная, служившая в течение двух веков столицей для всего клана Резо, естественно, должна стать рамкой столь лесной церемонии. Папа разрывается на части, интегрует, пишет множество писем на почтовой бумаге с изображением нашего старинного замка, опровергает возражения тех, кто находит, что до кране слишком трудно добираться, нанимает местные автобусы, нарушив на сорок восемь часов регулярные рейсы между Анжей и Сегре, нанимает прислугу, составляет список приглашенных, вычеркивает кое-какие имена, добавляет новые и проделывает все это, даже не спросив согласия главного заинтересованного лица. Но согласие это, наконец, получено. Отец ликует, мчится в Сегре, заказывает срочно напечатать пригласительные билеты. Психимора не разделяет папиного ликования. А сколько будет стоить этот юбилей? Глава старшей ветви резким жестом отмахивается от столь мелочных соображений. Он только что продал несколько ценных бумаг в учетном банке. Столь огромная честь требует доблестных жертв. И тогда мадам Резо, смирившись, начинает приготовление к празднеству. Уроки, заданные на каникулы, могут подождать. Нам раздают скребки, мотыги, грабли. Садовые дорожки должны быть безупречно вычищены. Покраска забора будет стоить слишком дорого. Ну и что же? Можно обойтись без нее. Слой из верстки придаст на время девственную белизну столбам, являющимся необходимой принадлежностью всякой порядочной изгороди. Железная щетка скоблит паркет в гостиной. Ветхие планки вот-вот раскурятся. Пусть хоть на один вечер все блестит. Глухонемая Афина и две бертины в шесть рук выколачивают палками портьеры, гобелены, ковры, откуда белесым облаком вылетает моль. Барбелевьен садовыми ножницами подстегает кусты в парке. У кюре Этандара берут на время горшки с герани, украшавшие церковь в день сердца Господня. Женни Симон печет пирог со сливами, любимый пирог академика, приготовляет в дюжину головок сыра в плетенках. Мадлена из Ивняков сообщила, что ее мать зарежет для праздника барашка. Оржье, владельцы фермы Гертоньяр решили пожертвовать для хозяйского праздника домашнюю птицу. Вся плата натурой за целый год уйдет на это пиршество, стонет психимора. И вот великий день наступает. Приглашены все родственники и свойственники семейства Резо, а также местные власти, придержащие как духовные, так и светские. Первым прибывает великий муж-герой праздничного. Он зябко кутается в шотландский плед, забившись в уголок своей дряхлой машины Дион Бутон. Мы выстроились в шеренгу на крыльце, чтобы встретить дорогого гостя. Он с трудом вылезает из автомобиля, так как воспаление предстательной железы мучительно дает себя знать. Старца поддерживают под руки его супруга Алиса с пышными седыми локонами и его дочь Алиса вторая с пышными черными локонами. Академика усаживают, закутывают, вытаскивают его кресло, похожее на трон короля Дегуберра, на самую середину гостиной, как раз под расписной плафон, изображающий наш фамильный герб, так как он центральный орнамент всей композиции. К юбиляру присоединяются самые именитые гости. Его преосвященство, с той же зябки, как виновник торжества, несмотря на летнее время, и с той же дряхлой, как дедушка, прекрасно чувствуя себя среди духовных особ в муаровых сутанах всех оттенков лилового цвета, защитник веры созерцает тусклым взглядом свою бесчисленную родню. А она все пребывает и пребывает волна за волной, почтительно замирая у подножия его кресла. Среди гостей барон и баронесса де Сель-Дозель, графиня Бартломи, ее потомство с истинно черными корсиканскими волосами, супруги де Кервадек, которые передают поздравления от имени кардинала, граф Суледо, наш мэр и генеральный советник департамента, госпожа Турюр и ее дочери беспреданницы, господин Ладур, которого нельзя было не пригласить, несмотря на происхождение его богатства, нажитого честно, но все же на торговле кроличьими шкурками. Кюре Летендар и его ординарец, то есть его викарий, сыновья, дочери, внуки, слом, все отпуски, резо, всех ветвей генеалогического древа, красные от удовольствия, красные и бесчисленные, как ронетки на яблоне в сентябре месяце. Они выстраиваются тесными рядами позади трона и высоко поднимают голову, позируя для потомства. За симу в гостиную допускаются мелкие люди, добрые поселяни из соседних деревень, смущенные крестьяне, смиренно осознающие свое ничтожество, жени, Симона, четверо Барбелевенов, семейство Оржье, семейство Гео, наша старушка Фина, у которой на правой стороне груди приколота на трехцветной ленточке медаль за верную службу, монашки, обучающие детей в частной школе и другие монашки, сестры милосердия в больнице, монастырские воспитанницы, припоясанные голубыми шарфами, более или менее заслуженными их добродетелью, члены фабричного комитета, делегация от стрелкового общества, от любительского духового оркестра из Сент-Авантюрена, пятьдесят безверстных фермеров и фермерш, у большинства в руках букеты, типичные деревенские букеты, из плотно прижатых друг к другу цветов, настоящая мозаика, шедевр крестьянского терпения. Но многие держат за связанные лапки домашнюю птицу, кто курочку, кто утку. И эта жирность хлопает крыльями, как будто аплодирует своей недалекой кончине. Во имя точности должен прибавить, что иные принесли кроликов, боюсь только, что это покажется смешным. Все дары складываются в углу гостиной. Они пойдут на пользу алтарей и благотворительных учреждений. Но, конечно, психимора втайне урвет себе часть, чтобы вознаградить наше семейство за подать натурой, которой оно лишилось. С запозданием, как оно и подобает, появился маркиз Жофруа де Лендинье, консерватор, депутат парламента от департамента Мен-Илуара, и прокладывает себе дорогу в густой толпе своих избирателей. Ждали только его. Вспышка магния. Один раз другой третий. — Покорнейшую благодарю вас, дамы и господа, — говорит фотограф. Маркиз вытащил из кармана несколько листочков бумаги и вскинул вверх правую руку. Кругом зашикали. Маркиз заговорил вернее запел хвалебную песнь. Речь его длилась целый час. Я избавлю вас от передачи ее содержания. К сожалению, нас-то не избавили ни от нее, ни от торжественного слова мэра, ни от нудной проповеди епископа, ни от поздравлений школьников, ни от красновечия главы старшей ветви рода Резо. Три часа собравшиеся слушали все эти разглагольствования и, наконец, толпе простолюдинов было разрешено выйти во двор, освежиться с сидром и подкрепиться мясной поджаркой. Столы, то есть сколоченные наспех доски, положенные на козлы, накрыли скатертью, вернее, двумя десятками полотняных простынь, что должно было внушить глубочайшее почтение к династии Резо. Именитые гости направились в столовую, которая, несмотря на ее площадь в 60 квадратных метров, не могла уместить всех приглашенных. Остальным родичам пришлось пировать в холле, коридорах, классной комнате. Усадьба превратилась в огромную харчевню, где за столами прислуживали на сей раз деревенские девушки, оглашавшие стены господского дома неприлично с волоким смехом и вопросительными возгласами «Чего надо дать?» В шесть часов вечера начался разъезд. Однако большинство кузанов и кузин остались ночевать, намереваясь уехать в Париж с первым утренним поездом. Протонотарий решил погостить у нас две недели, баронесса неделю. Парк еще полон беготни, веселых, перекликающихся голосов, настоящая ярмарка. Солнце спускается к колокольне Соледо и, кажется, ее шпиль вот-вот проткнет огненный диск. Облака постепенно принимают оттенок пуговиц, нашитых на сутану протонотария. Мой отец пьяный от гордости в галстуке, съехавшем на бок, бродит от одной кучки гостей к другой, а луговая мошкара вьется над лошадьми, перелетая с крупа на круп. Внезапно серый зо замечает меня, когда я одинокий и угрюмый направляюсь к своему любимому тису. Он подходит ко мне и, подхватив под руку, ведет за собой, пытаясь заразить меня своим восторгом. «Понимаешь теперь, дружок, ты понимаешь, что такое семья, такая, как семья здесь, зоу?» Разумеется, я это понимал и именно поэтому не испытывал горячей радости. В парке одна из безымянных кузин, кузина, у которой, несомненно, есть заботливая мама, а не наша психимора, нарядившаяся ради праздника в парчевое платье, быть может, Эдит Чурур, или одна из юных девиц Бартоломии, с черными, как смоль, косами, ну, словом, какая-то кузина, поет тоненьким голоском старинный романс благовоспитанных барышень. «Очаровательно», говорит отец, поглаживая свой кадык, не уступающий в размерах его носу. «Да, это очаровательно, это достохвально, это постарально, а ухлопать из тщеславия столько денег, когда у родных детей нет самого необходимого, так ли уж это очаровательно? А обращаться в двадцатом веке с крестьянами, как со своими крепостными, это тоже постарально? А лицемерие, стремление скрыть наши раздоры, нашу черствость, сердце, сухость ума, нашу фамильную моль и фамильную спесь? Уж это ли недостохвально? В мире все бурлит, люди уже не читают круа, наплевать им на список запрещенных книг, они требуют справедливости, а не жалости, они требуют того, что им полагается по праву и не желают принимать ваших подачек. Этими людьми битком набиты поезда, бегущие из рабочих пригородов в промышленные центры, куда уходит население из ваших порабощенных деревень. Этот народ не знает правильного написания исторических имен, он мыслит дурно, потому что мыслит не по-вашему, а все-таки он мыслит, он живет, ему нужен простор, а не этот глухой угол, отделенный от всего мира изгородями из колючих кустов. Он живет, а мы ничего не знаем о его жизни, ведь у нас даже нет радиоприемника, мы не можем послушать, что он говорит. Он живет, а мы скоро умрем. Но моя ненависть угадывает, на чем зиждется наше существование, а главное, почему нам придется исчезнуть, угадывает, каким вызовом новым временам является сегодняшнее празднество, и как неуместен роман с моей юной кузиной, который уже не наплодить в кране новых буржуа, рожденных в Итиллическом Союзе Капиталов. Моя ненависть никогда им не простит, что я принадлежу и всегда буду принадлежать к их семейству. Моя ненависть знает, что праздник у нас последний, что недалек тот день, когда окончательно рухнет наша пошатнувшаяся слава. Моя ненависть знает, что я окажусь одними из самых ненавистных пособников этого краха, подготовленного падением предрассудков и курса ценных бумаг. И мне немножко больно, больно от того, что против своей воли я ненавижу не всех лезов подряд. Поэтому я ей отвечаю тихонько, хотя отец, конечно, никогда не поймет смысла моих слов. Да, это очаровательно. Настоящая лебединая песня. Вслед за дорогостоящим празднеством наступила полоса жесточайшей экономии. К тому же психимора становилась все более скалидной. По правилу укоренившемуся в буржуазных семьях отец выдавал матери установленную сумму, распределенную по различным статьям семейного бюджета. Столько-то на гардероб ей, столько-то на наш гардероб, столько-то на стол. Стехимора плутовала, урезала все расходы. Она завела себе кубышку и вкладывала скопленные деньги в различные финансовые предприятия по своему усмотрению. Играла понемножку на бирже, подавая пример своему господину и повелителю, который так дурно управлял своим состоянием. Действительно, надо признать, что если бы папа не цеплялся за ценные бумаги, дающие твердый, но маленький доход, например, облигации государственного займа, сумма приданного нашей матери 300 тысяч франков золотом, могла бы украситься еще одним нулем. А он умел только сохранить его первоначальные размеры. Плювеньейки в этом вопросе имели полное право потешаться над мсье Резо и, конечно, не лишали себя этого удовольствия. Итак, протонотарий встретил категорический отказ, когда предложил взять нас с собой в Тунис на каникулы. Отцу очень хотелось доставить нам такое развлечение, но хотя дядя обещал, что мы у него будем жить на всем готовом, денег на оплату путевых издержек для нас троих не нашлось. Впрочем, психимора и слышать не хотела об этой поездке. По тем же причинам нам пришлось отказаться от некоторых других приглашений, они обошлись бы слишком дорого. Генеалогические изыскания, связанные с поездками, были приостановлены. Отец не мог возобновить запасы ящиков и прочих принадлежностей для своих энтомологических коллекций. Должен сказать, что мне не так уж хотелось расставаться с хвалебным. По крайней мере, сейчас, конечно, не потому, что мне жилось лучше, чем прежде, и что психимора не так меня преследовало. Окрестности усадьбы становились для меня все более привлекательными. Несмотря на запреты, мы уходили на прогулках все дальше и дальше от дома. Наша мегера, замыслив черное тело, отпустила вожжи, рассчитывая сразу натянуть их в нужный момент. Теперь пришла и моя очередь пользоваться отцовской бритвой. На выбитых дорогах, по которым семенили деревенские девушки с серпами через плечо, чтобы нарезать люциарный для кроликов, на выбитых этих дорогах оставлять теперь следы моих башмаков на деревянной подушке. Кропет, которому шел четырнадцатый год, уже не ведал томления страсти и благоразумно разъезжал по аллеям парка на велосипеде, приобретенном ценой уже позабытого на ней предательства. Но мы с Фредди, жадно раздувая ноздри, подстерегали девчонок из церковного хора и тех, что после коров и маленькую Бертину, а особенно мать Лен, изыгников. Помня о нашем положении хозяйских сыновей, она была с нами приветлива, столь же смущенная, как и она, но совсем по иным причинам. Мы носили ее корзины, собирали разбежавшихся овец. Она не обманывалась относительно причин нашего неожиданного внимания, и в глазах ее зажигался огонек насмешки, страха, тщеславия. Она была куда более сведущей, чем мы. Должен признаться, что только три месяца назад, наткнувшись случайно на собак, занятых любовной игрой, я задумался над этим вопросом и уточнил для себя кое-какие подробности, строжайшим образом скрываемые от нас ради семейного целомудрия. Я не учился в коллеже, и у меня не было товарищей обычно просвещающих, не всегда бескорыстно младших школьников. Я не осмеливался расспрашивать моих братьев, столь же несведущих по этой части, как и я, ведь они тоже были жертвами воспитания, которое почитает глусным всякую попытку поверять свои чувственные порывы откровенным и ясным языком. Никто никогда не говорил о какой-нибудь нашей кузине она беременна, а только намекал деликатно, что она ждет ребенка, те части тела, которые греки называли священными, христиане стали именовать срамными. Этим все сказано. Может быть, это вам покажется смешным, но я имел самое превратное представление о строении женщины. Как говорится, нет худа без добра. Мое простодушие спасло меня от порока, которому подростки предаются в одиночестве, и я не знал этой страшной беды, хотя нас никогда не предостерегали от нее. Первое впечатление после моего посвящения, надо сказать, неполного в тайной любви, было определенно неприятным. Я не испытывал никакого отвращения мистического характера, никакого страха перед грехом. Грех? Ну и вздор. Пустое слово. Просто предлог для наказания, просто нарушение правил, установленных церковью, столь же произвольных, как и правила психи. море. я находил, что природа могла бы, вернее, должна была бы наделить млекопитающих системой размножения, подобной той, какой она наделила цветы, предпочтительно однодомные. У цветов все изящно и мило, все радует взгляд, и так красиво, так поэтично, что цветами, этими органами размножения, украшают гостиной и часовней. Конечно, я был доволен, что психимора принадлежит к разряду неполноценных, постоянно недомогающих, приниженных живых существ, какими в животном мире являются самки и в частности женщины, но оставим это. Если уж Господь Бог не смог дать людям органов размножения подобных тычинкам и пестикам, то хотя бы Он распространил на всю живую скромность птиц. Позднее мое отношение к таким вопросам переменилось. Я оставался чистым, оставался чистым очень долго, из гордости. Мне хотелось, как бы это сказать, чего-то настоящего, но утреннее пробуждение, которое так изящно описал Виктор Гюго в своих стихах. Высокая грудь Мадлен, быстро переступающая, вздымающаяся куда-то вверх под пестрыми воскресными юбками, стройные ноги девчонок из церковного хора, нервный зуд в кончиках пальцев, которые, подобно щупальцам насекомых, стремились познать что-то новое осязанием и какое-то особое ощущение, похожее на голод. Да оно и впрямь было голодом, гнездящиеся где-то у животя ощущения, которые еще нельзя назвать желанием. Целая лавина чувств, прыщи на лице, порождаемое именно этими новыми чувствами, все это в конце концов подорвало мою стойкость. Змею вчерашнего томления, я слышу, как вы шипите, во имя чего я должен заставить вас умолкнуть. Думал я, нечего играть в прятки, от правды никуда не уйдешь, правда это и есть правда. И сейчас мои колебания, мои робкие перефразы, это просто досадные последствия христианских воззрений, где инстинкт носит устрашающее название соблазна. Фредди, хотя он был на полгода старше меня, а это в нашем возрасте имеет большое значение, и мучился теми же муками, оказался не более опытным и не более смелым, чем я. Скорее уж наоборот, его, по-видимому, угнетало бремя, начавшиеся возмужалости. Не хватало нам еще этого, до чего же все сложно, ворчал он. Довольно скоро я понял, что он без меня ни на какие вылазки не решится. Так как у меня вызывали зависть его рост и пробивавшиеся усики, я решил охотиться самостоятельно. Тайное сообщество мальчишек доживало последние дни. Нас ждали иные потехи, но я вовсе не намеревался без конца тянуть конетель, ухаживать за девчонками, обмениваться нежными улыбочками, многозначительными фразами. Нужно было удушить еще одну гадюку, то, что копошилось в моем теле. Тем хуже для Мадлен. Разве психи, мара, утоляя свой садизм, деликат нечего с нами? А краснощек и Мадлен все больше раздается вширь, как большинство девушек в кране, до времени раздобревших на густой похлебке и свином сале. Года через три она будет ходить, переваливаясь, как откормленная гусыня. Но сейчас она еще аппетитная гусочка, пользуясь местным выражением достаточно нежная, привлекательная для моих целей. Девственница она или нет, мне наплевать. Мадлен всегда найдет себе мужа, потому что она девка сильная, работящая, ее крепкие руки ловко окучивают картофель и проворно даят коров. Но ведь нужно как-то к ней подойти и ее обработать, а это не так уж легко. Ну, крестьяне ложатся рано и не ходят в сумерки на гулянии. А по будням психи, мара строго следит за нами, и я могу вырваться из дому лишь для кратких встреч на выгоне. Остается только воскресенье. По праздникам в деревнях не работают, за исключением времени жатвы, на что Кюре ежегодно дает разрешение с церковной кафедры. Мадлен возвращаясь после вечерней из церкви, где она поет на клиросе и, разумеется, фальшиво, для сокращения пути, обычно проходит через рощицу. Раз я что-нибудь решу, я немедленно осуществляю свой замысел. Не люблю откладывать дело в долгий ящик. Однако же для любви, если можно назвать любовью, эту случайную первую репетицию требуется двое, Мадлен сопротивляется. Она то приводит меня в отчаяние, то в восторг, заполняя собой весь мой досуг. И теперь я взбираюсь на верхушку тиса главным образом для того, чтобы поразмыслить над результатами моего ухаживания за юной скотницей, у которой волосы и цветы не запахом напоминают свежее сено. Я не слишком собой доволен. Право, милый, чего ты добился? Так ли уж чисты руки у этой скотницы? Так ли уж упорно они защищаются? Или ты боишься, что тебя настигнет психимора, то есть другая женщина, которая, по крайней мере, трижды отдавала смущение? Да ну или черт с ней? с психиморой. Пусть разбирает марки, заглядывая в справочник филателиста. Вот уже тридцать раз ты бегал на выгон и все понапрасну. Близится осень, скоро зацветут бессмертники, кончатся каникулы, меньше будет свободы. Надо добиться своего до возвращения аббата номер семь. Неужели тебе так уж неловко удовлетворить естественную потребность, раз ты ее такой считаешь? А ты еще хотел остаться чистым, был он? Разве можно удержать мокроту, когда хочется сплюнуть? В целях общественной гигиены изобрели плевательницы, подобно тому, как Бог изобрел женщину. Чистота не требует воздержания, а только выхода для страстей. я себя подбадриваю, подхлестываю, ругаю. При первом же удобном случае я мчу свою весь опору на поляну с тремя вязами, где Мадлен по большей части пасет коров и вяжет шерстяные носки для своего брата Жоржа. Большой зонт, воткнутый в землю, защищает пастушку от солнца, а иногда от дождя в зависимости от погоды. Волосы ее заплетены в две толстые косты, переброшенные на грудь. Завидев меня, она быстро моргает. Глаза у нее светло-карие, почти желтые. Сегодня я более великодушен, назову их золотистыми. Я молча сажусь рядом с ней. Вы поосторожнее, мсержан, тут неподалеку мой брат в ночном. Он свеклу обрабатывает, надо же мне ее поцеловать. Я обнимаю ее, потихоньку просовываю руку ей под мышку все глубже и глубже. Когда мои пальцы касаются груди, Мадлен муча преграждает им путь плотно, прижав локоть к боку, я остаюсь с носом. Мне уже придется говорить ей любезности, вот еще глупости. Не стоит метать бисер, вдруг я набираю с храбрости и, ухватив Мадлен закосу, грубо запрокидываю ей голову. Ой! скрикивает она, но я в засос целую ее в губы. Вот и готово. Я доволен успехом, но с трудом сдерживаю желание вытереть себе рот. Мадлен говорит, вы хотите дружить с моим сежан? На местном наречии глагол «дружить» скромный синоним слова «любить». Нет, у меня нет ни малейшего желания дружить с этой девкой. Потянувшись, я немного отодвигаюсь от Мадлен и, наконец, спрашиваю, ты не сердишься на меня, Мадо? Маленько, коротко отвечает она. Но при этом девушка улыбается, а раз она улыбается, я снова принимаюсь за дело, и на сей раз я без царемона хватаю и мную ее левую грудь и нахожу, что она не очень упругая. Мадлен не отводит мою руку. Она и думать позабыла о своем брате Жорже, хотя ясно слышно, как он щелкает кнутом. Осторожности ради я выпускаю ее и несу с домой. Я торжествую, фредди, которого я совсем забросил, бродит один. Заметив, что я вне себя, он спрашивает, ну, как, мне ужасно хочется ошеломить его, сказать, что я добился успеха, но тщеславия во мне еще больше, чем вы думаете. я намерен похвастаться лишь реальной победой и в скором времени предложу Фредди, если ему угодно, убедиться в ней самолично, спрятавшись поблизости в кустах. Сегодня я лишь бросаю небрежно. Яблочко поспело, старик. Может, не яблочко, а дуля, острит Фредди. Яблочко хорошо лишь переспелое. Я знаю, что говорю. Внезапно появляется психимора. Она не могла расслышать нашего разговора, но заорала на всякий случай. Опять шушукайтесь. За последнее время я мало уделяю тебе внимания, мамочка. Извини меня. Забываю я о тебе не потому, что ненависть моя ослабла, а просто я очень занят. Но я не хочу вводить тебя в заблуждение. Надо мной властвует сейчас инстинкт, крепнущий с возрастом. Никакая нежность не может направить его глубоким омутом настоящего чувства. Но это тоже надцелено против тебя. Не говори, что это не имеет к тебе никакого отношения. Ведь ты тоже женщина, и все женщины в той или иной мере должны за тебя расплачиваться. Что? Я преувеличиваю. Послушай-ка, мужчина, который оскверняет женщину, всегда немного оскверняет в ее лице и свою мать. Плевать можно по-разному. И вот наконец настало долгожданное воскресенье, праздник господин. Наша Мегера дает мне царственный отдых. Ибрагим Паша, явно вдохновленный Аллахом, только что прислал ей из Египта драгоценную серию марок. Она будет их разбирать и наклеивать в альбом. Я поставил Фредю окулиц в качестве свидетеля, а также и в качестве стража. В случае опасности он обязан насвистывать день гнева, тот день покаянный псалом. Сам же укрылся под серебристым кедром, где недавно разорил гнездо ястеба. Зазвонил колокол. Значит, вечерняя отошла. Скоро, вероятно, появится Мадлен. Скоро. Вот Мадлен приближается. В нарядном праздничном платьице она нравится мне меньше, чем в сером глухом переднике. Ее соломенная шляпка украшена бархатной лентой вишневого цвета, которая совсем не подходит к ее сиреневому платью, несомненно, купленному в Сегре в магазине готовой одежды, где прививает вкус к слащево нежным тонам. Она, конечно, догадывается, что я поджидаю ее в кустах и потому идет неторопливым шагом, очевидно, желая подразнить поклонника. Но не чересчур, ведь парни, а тем более образованные господа, любят, чтобы их подзадорили, но они раздражали. Стоя, мадон, она сразу останавливается, озирается вокруг и замечает меня под кедром, низко спадающей ветви которого образуют нечто вроде шалаша. Немного замявшись, Мадлен подхватывает юбки и осторожно проскальзывает ко мне. Как обычно, она молчит. Да и что она может сказать? Волос-то у нее долг, а ум короток. Я все приготовил к свиданию, расчистил место, разровнял опавшую хвою. Мадлен остается только сесть и улыбнуться мне. Прелюдия. То, что мне уже было дано, нельзя отнять без достаточных оснований. И вот я собираю оброк. Полчаса уходит на подготовительные действия. Слышится долгий свист. Я настораживаюсь, но это не мелодия покаянного псалма, это свистит дядюшка Симон, собирая своих коров. Но все-таки медлить нельзя, в моем распоряжении не больше часа. От левой груди рука моя скользит вниз по бедру, забирается под платье, доходит до подвязки. Ну, что это вы вздумали? Да еще в такой час. Новая прелюдия ниже пояса протекает еще полчаса. Над нами голубь любезничает с голубкой на тех самых ветвях, где было гнездо ястреба. Ай, счастье твое, голубь, что я прогнал хищника, но та, что бьется слегка в моих когтях, клянув с тебя она не вырвется. И прелюдия кончилась. Мадлен не была девственницей, да, она и не старалась меня в этом уверить. Однако я сообщил Фредди, что лишил ее невинности. Между нами, говоря, я так долго медлил на пути к победе, что все эти три месяца моя жертва вероятно считала меня простофилией. Тем более я стремился уверить брата в мнимые добродетели. Фредди рековал. Этот малый просто создан для того, чтобы смаковать чужие победы. Я же к своему удивлению совсем не радовался. Конечно, это не было мне неприятно, но когда Мадлен поднялась и тщательно оправляя смятое платье сказала, ну как вы довольны, правда, мне помнится захотелось дать ее при уху. Уж лучше бы эта запыхавшаяся девка плакала. Я не привел своего намерения в исполнение, так как за неимением лучшего решил продолжать нашу связь. Пусть она не позволяет себе лишнего, не имея ни малейшего желания терпеть ее нежности, ведь на прощание она прижалась ко мне своей пухлой грудью и умильно так пробормотала, видать, я шибкой с тобой подружусь. нет уж уволь этого я не желаю переносить от нее и нет какой другой по какому это право она говорит со мной на ты между нами ничего не изменилось мы не стали ближе не желаю никакой фамильярности не желаю терпеть смехотворных нелепостей мы сошлись вот и все захочется еще сойдемся и точка а когда найду нужным совсем разойдемся не будем слишком требовательны я завоевал первое место в семейном сопротивлении первым бежал из дому первым познал женщину я могу теперь весело взбираться на верхушку тиса и свысока смотреть на остальных обитателей хвалебного в каком возрасте мсье Резов впервые переспал с женщиной насколько я его знаю он вполне был способен обойтись без женщин вплоть до самой женизбы о моих братцах и говорить нечего они утешаются в одиночестве зато я с гордостью могу сказать что я не из таких у меня есть своя девчонка эта мысль горячит мое воображение а Фредди изо всех сил хлопает меня по спине ах ты чертов хватай глота вот это да ну психимору не проведешь все и правду она конечно не может угадать но своими щупальцами распознала главное перед ней стоит не мальчик которого когда-то тешила перестелка взглядов на нее тяжело в упор смотрит с презрительной усмешкой юноша пора давно пора избавиться от этого взрослого парня который осмеливается при ней кричать старшему брату бросай скребок пойдем прошвырнемся жаловаться тому ничтожному мухолову который сидит у себя на чердаке пропавшим карболкой и обмахивает пыль с ящиков бессмысленно употребить силу но хватай глотай охотно демонстрирует своему скучего доброго может пустить их при случае в ход нет уж что угодно но только не изведать еще раз жгучую обиду от неудавшейся осады и прощенного бегства надо усыпить его подозрительность пусть осмелеет настолько что совершит серьезный проступок за который его можно будет запереть в исправительную колонию и когда этот нарушитель спокойствия будет устранен уже нетрудно будет обуздать всех остальных и вновь полновластно царить в хвалебном на манер пчелиной матки вулии но если моя мать наделена сверхчувствительными щупальцами такими же обладаю и я впрочем есть ли у меня хоть какое-нибудь похвальное качество главной недостатки которую я не унаследовал бы от нее у нас с ней полное сходство кроме пола ибо по оплошности небо сотворило ее женщиной хотя она дерзко узурпирует мужские качества во мне повторяются все ее чувства ее черты характера даже черты лица у меня такие же как у нее большие уши сухие рассыпающиеся волосы тяжелый подбородок презрение к слабым недоверие к доброте отвращение к слащавости дух противоречия воинственный нрав любовь к мясу фруктам и к язвительным фразам упорство скупость культ своей силы и силы своего культа привет тебе психимора поистине я твой сын хотя и не твое дитя вот почему психимора пока мы живем вместе я очень быстро буду разгадывать любое твое намерение ведь то что ты думаешь думал бы и я на твоем месте то что ты пытаешься сделать пытался бы сделать и я если бы мне пришлось как тебе отчаянно бороться против молодости ибо она покидает тебя и растет во мне вот почему я подозреваю что ты готовишь мне новый удар я держусь на чеку опасаясь и твоего молчания в которое ты замкнулась и твоей неожиданной снисходительности осторожности ради я уже не бегаю теперь каждый день на выгон да и к чему болтать всякий вздор сидя рядом с модлян под большим зонтом ведь мне достаточно каждое воскресенье встречаться с ней под кедром куда мать Лен приходит за еженедельной долей любовных утех на лоне природы я слежу за тобой слежу как ты надзираешь за мной мы наблюдаем друг за другом из-под тишка мсер дзо не обладающий тонким чутьем радуется наступившему в доме затиши однако за всю пору моей юности это был период самого сильного нервного напряжения братья более проницательные чем отец ждут развязки трагедии и готовятся к ней каждый сообразно своему темпераменту Марсель соблюдая нейтралитет держится в стороне и выходит из своей комнаты лишь для одиноких прогулок на велосипеде Фредди по собачьи преданные мне чавкает и избили следит за психиморой и собирает для меня сведения как собака Мадлен собирает для нее разбежавшихся телят смотри будь поосторожнее как только ты выходишь из дому психимора сразу шмыг к тебе в комнату не знаю что она там делает но на этой неделе она уже шесть раз к тебе лазила даже финна глухонемая старуха финна подтверждает это сообщение сначала вертит на пальце воображаемое обручальное кольцо хозяйка быстро проводит пальцем под подбородком часто рисует в воздухе квадрат комната тычет мне в грудь указательным пальцем твоя она не смеет вытянуть губы трубочкой что означало губу быть на чеку но ведь и на финском языке кое-что говорится намеками я буду на чеку психимора несомненно разыскивает мой тайник вернее тайники первые за перегородкой второй под кафельной плиткой пола первый она вероятно уже нашла это в точности такой же тайник как в спальне Фредди второй пожалуй еще не обнаружила впрочем это не имеет никакого значения в обоих тайниках пусто я положил все свои сокровища в старую резиновую грелку а эту грелку спрятал в сорочем гнезде на вершине дуга святого Иосифа все химори это конечно неизвестно и она постоянно шарит в моей комнате надеясь найти заветный клад из-за зорства я положил в тайник номер один в тот что за перегородкой клочок бумаги на котором написал упразднено такую же записку сунул и под плитку пола наконец чтобы доставить себя удовольствие понаблюдать за тщетными поисками мамочки я просверлил в стене нашей резницы смежной с моей спальней дырку между двумя кирпичами так же как я это сделал в комнате Фредди и мне действительно удалось насладиться зрелищем бессильной злобы психи и моры она несомненно слышала как я опромичу сбежал по лестнице в правом конце коридора и заорал во все горло пойду в вертавиаж за маслом для папы но она не знает что я крадущись поднялся по лестнице с левой стороны и спрятался в стеной шкаф где хранилось церковное облачение оттуда можно было смотреть в просверленный мной глазок она считала что может спокойно произвести привычный обыск я слышал стук ее каблуков она даже не сочла нужным из осторожности надеть ночные туфли и вот она уже в моей комнате в тот день она забавная подробность вымыла свои жиденькие волосы повязала голову полотенцем в виде тюрбана не колеблась ни минуты она идет прямо к первому тайнику отодвигает планку которая прикрывает отверстие направляет в мою кладовую луч электрического фонарика читает раздается злобное рычание я вижу как она отскакивает топает ногами я живет бумажку на клочки но она быстро берет себя в руки подбирает клочки разорванные записки и прячет в карман халата не стоит искать второй тайник я несомненно принял меры предосторожности присев на моей постели она погружается в размышления недобрая улыбка змеется в уголках ее губ ширится подобно ледяной декабрьской заре и разливается по всему лицу внимание мадам резо как видно придумала ответную каверзу и уверена что последнее слово в споре останется за ней ну что ж посмотрим посмотрим психимора выходит из моей комнаты и бежит в свою спальню бежит вот в чем ее ошибка не нужно было бежать раз побежала значит спешит значит сейчас вернется а если вернется следовательно ей чего-то не доставало иначе она осталась бы на месте но что она сейчас принесет и какую опасность эта принесенная ею вещь представляет для меня не надо быть семи пятей во лбу чтобы угадать подлость настолько проста что можно только деву даваться как это я раньше не оказался ее жертвой украсть у самой себя что-нибудь по цене сунуть украденное в мой тайник и тотчас же пожаловаться отцу потребовать чтобы в его присутствии произвели у меня тщательный обыск обнаружить при нем мнимо похищенное таков был ее план готов в том поклясться надо отвести удар отвести немедленно сорвать ее замысел сначала узнать что она хотела мне подсунуть коридоры у нас длинные я успел добежать до своей комнаты раньше чем психимора вышла из своей я успел сесть за стул спиной к двери но прислонил к чернильнице мраморное зеркальце чтобы видеть что происходит позади меня стук каблуков психимора возвращается дверь отворилась я слышу приглушенный возглас затем невинный вопрос как ты уже вернулся а я не ходил в бертоньер вместо меня пошел Фредди оборачиваться нельзя только бы не вызвать у психиморы подозрений напрасно ты сидишь в комнате в такую погоду с этими словами гадина тихонько затворяет дверь она лишь отсрочила удар мне надо было быть осмотрительным ведь я успел разглядеть что она прячет за спину бумажник да 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 бумажник ее собственный бумажник в краже которого она решила меня обвинить за такое преступление меня конечно на законном основании можно отправить в исправительную колонию я ломаю себе голову как отвратить эту угрозу этот домоклов меч нависший над моей головой на тоненьком гадком волоске психиморы не могу же я безвылазно торчать в своей комнате предупредить папу но он потребует доказательств и если я их не представлю он возмутится подумать только какое испорченное воображение у его сына изложить события в письме и отправить на его имя до востребования но кто хочет доказать слишком много ничего не докажет психимора заявит что я все предусмотрел даже возможность провала поймать я с поличным это проще всего хотя такой прием сильно отдает детективным романам конечно будет сравнительно легко уличить мою мать теперь когда я знаю что она затевает но нельзя забывать и другой отец не потерпит чтобы кто-нибудь из сыновей публично уличил его жену если я взберусь на верхушку тиса чтобы все хорошенько обдумать разве психимора не воспользуется моим отсутствием она живо выполнит свой замысел успеет обернуться в две минуты да это и нелепо я могу прекрасно все обдумать здесь в своей комнате на этом месте к которому меня пригвоздила подозрительность конечно могу в моей мансарде мысли будут такими же ясными как и на ветке тиса которую на десятиметровой высоте колышет извечный западный ветер но я этого не хочу я не принимаю решений когда что-нибудь давит на меня а на меня давит островерхая крыша мансарды стесняя мою свободу как кавычки в которые заключают какое-нибудь слово и вдруг я понял что представляет для меня тис мой фетиш символ моей независимости стройная прямая как стрела дерева вскормленная нашей кранской глиной но устремленной к небу где вольно плывут облака пришедшие из дальней дали и уходящие вдаль тис я сделаю то что ты порываешься но не можешь сделать ибо ты врос корнями в эту почву а я я уйду отсюда я должен уйти и уйду очень скоро ну что это еще одна дерзкая выходка нет 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 психимора сама хочет от меня избавиться весьма неприятно доставить ей это удовольствие однако придется вступить с ней в переговоры в конце концов вести с ней переговоры на равной ноге разве это не победа видя что наши желания совпадают она не так уж обрадуется разлуке со мной нам нужно пойти на компромисс пусть пусть я не смогу сказать я заставил ее открыть передо мной дверь но и она не сможет сказать я его выгнала если мне придется вовлечь и своих братьев в этот матч где невозможно добиться нокаута я все же одержу победу никакой театральности никакой блестящей мизансцены никаких помощников мне лишь надо потолковать с психиморой наедине недолго всего минут пять она не из тех кто пытается увернуться от объяснений мы поговорим начистоту объясним сарас и навсегда слышишь психимора небо на моей стороне слышишь ты гул мотора мс. Резова ничего не узнает он только что уехал с игры ну что ж свое время на отъезд я шумом отворяю и захлопываю дверь с брохотом сбегаю по лестнице можешь действовать дорогая мамаша бери бумажник и беги в мою комнату а я преспокойно взберусь на верхушку киса в двух километрах от усадьбы на шпиле колокольни в соляду жарится на солнце жестяной петух четверть пятого ну что ж можешь слезать с дерева дружище поднимаясь по лестнице я сталкиваюсь с мадам Резо она широко улыбается показывая все свои зубы в том числе и два золотых я прижимаюсь к перилам чтобы пропустить ее любезность столь непривычную что улыбка мгновенно исчезает вот я в своей комнате достаю бумажник который в мое отсутствие как и следовало ожидать был спрятан под плинтусом шесть тысяч семьсот франков психимора не поскупилась раз уж она при всей своей скалидности не побоялась рискнуть такой суммы значит игра идет всерьез я кладу софьяновый бумажник в карман и не спеша так как в моем распоряжении еще целый час направляюсь в переднюю где мадам Резо недоверчивым оком проверяет выстиранное бертиное белье мимоходом я успеваю заглянуть к братьям в обеих комнатах пусто значит мы с матерью можем поговорить спокойно мамочка вы можете уделить мне минутку психимора который только кропет иногда называет мамочкой приподнимает голову и говорит ты же видишь что я занята дружочек обмен любезностями ну теперь мой ход я приближаюсь слегка покачивая плечами жаль беспокоить вас но нам необходимо кое-что выяснить к черту все эти тряпки психимора дает отпор когда дело идет о серьезных вещах она не кричит а шипит не раздражай меня милейший в этом доме никто не имеет права командовать мной я подхожу ближе крепко стеснув зубы потом разжимаю их и говорю мама сейчас вы заходили ко мне в мое отсутствие и позабыли у меня бумажник считаю нужным немедленно возвратить его вам считаю нужным сказать что я этого ждал от вас когда вы в первый раз вошли в мою комнату я следил за вами через отверстие которое нарочно просверлил в стенки ресницы а когда вы пришли во второй раз я увидел у вас в руках бумажник но при мне вы не могли его положить я сознательно позволил вам орудовать и нарочно пошел прогуляться весьма сожалею но ваша махинация не удалась психимора не отвечает она словно превратилась в соляной столб и не в волне моего красновечия смягчите ее я добавляю все останется между нами если только мы придем к соглашению относительно тех последствий которые эта история должна повлечь за собой а пока что возьмите бумажник все ваши деньги шесть тысяч семьсот франков целый психимора протягивает руку и получив обратно свои капиталы все так же безмолвно пересчитывает кредитки я бросаю вскользь сколько зла накопилось у вас против меня в том же духе но в обратном смысле влюбленный говорит своей милой сколько в тебя очарования эти избитые слова вызывают у психиморы улыбку и она решается наконец прервать свое молчание вот как мало того что ты обокрал меня ты еще осмеливаешься обвинять родную мать в грязной махинации ну подожди посмотрим что скажет отец слава богу она выбрала нелепую явно слабую позицию конечно не так-то легко придумать что-нибудь поумнее но на ее месте я бы нагло защищал свой поступок да что там она недалекая женщина ищет уловку я раздражаюсь смехом правильно мама я вас обворовала через пять минут верну украденное то-то папа посмеется тем более что Фредди и Марсель с удовольствием подсматривали по очереди в глазок когда вы вторглись с бумажником в мои владения надо думать они не откажутся внести поправки в вашу версию я беру ее на пушку мне не нужны ложные показания братьев к тому же я уверен что психимора из гордости не унизится до того чтобы выпытывать у братьев что им известно из этой истории но раз теперь и они замешаны в этом деле то психимора постарается избавиться от нежелательных свидетелей я выиграл по всем пунктам желая показать что мне нечего бояться я направляюсь к выходу но едва я вышел за дверь как психимора окликнула меня хватай глотай это вовсе не мое имя лишь прозвище я делаю еще несколько шагов по коридору Жан ты что же не слышишь иди сюда я возвращаюсь с презрительной улыбкой однако не следует слишком нажимать ведь враг собирается вступить вступить в переговоры присядь Жан я сажусь отвернувшись от меня психимора снова принимается перебирать выстиранные тряпки как и полагается я откашлялся чтобы прочистить горно а потом спросил вы хотели что-то предложить мне мама мадам Резо не отрицает да пожалуй я правда ничего не понимаю в этой истории не знаю как тебе удалось обмануть своих братьев впрочем они такие же шалопаи как и ты я теперь понимаю твои фокусы ты хотел поставить меня в затруднительное положение но с какой целью чего ты хочешь расстаться с вами мама ах вот как психимора могла бы тотчас ответить согласно но мы не ждем искренности не стремимся все выложить на чистоту ну зачем нам объяснение мы ведем игру кто сильнее кто хитрее теперь уж дело не в том чтобы утвердить решение принятое каждым из нас решение впервые в жизни оказавшиеся у нас обоих одинаковым важнее всего другое кому из нас достанутся военные почести мадам Ризо намерена навязать мне то что я фактически требую от нее милый мой таковое мое желание мне надоели ваши бунты особенно твои иезуиты сумеют внушить вам уважение к священному принципу власти я жду последней самой неприятной статьи договора которую труднее всего сформулировать желая умолить ее значение психимора делает вид что ее очень беспокоят четыре пятнышка ржавчины на полотенце похожие на неотстиранные кровавые пятна нет кровь которая едва не пролилась так и не прольется наконец психимора ухитряется составить и произнести фразу которая по сути дела звучит как просьба взвесив все я полагаю что совершенно излишне докладывать отцу какую комедию ты разыграл со мной я на это рассчитываю не так ли я не предоставляю ей права объявить заседание закрытым по собственному почину я поднимаю со стула и отвечаю уже в дверях хорошо а я рассчитываю на то что вы мама убедите отца в необходимости для нас поехать учиться убедить отца раздается заключительный возглас мадам Резо и так все улажено пять минут спустя я уже на выгоне отныне все предосторожности излишни через неделю я уеду из хвалебного воспользуемся оставшимся временем у бессмертников растущих возле коровьего навоза у бледно-лиловых осенних бессмертников лепестки приоткрываются словно веки глаз утомленных наслаждением на глазах у этих распутниц растительного мира и на глазах у лохматой собаки и зубняков принадлежащие к породе существ не ведающих стыда я в открытом поле предаюсь любовным утехам затем без всякой подготовки объявляю Мадлен что уезжаю учиться эту сцену расставания никак не назовешь душераздирающей но стало быть конец ну так всегда и бывает просто сказала Мадлен из приличия она вытерла кончиком фартука уголки глаз где однако не заблестела ни одна слезинка по крайней мере видимый обзор но так как кончик ее фартука вероятно попал в грязную лужу он оставил у нее на щеке коричневую полосу у меня хватило жестокости расхохотаться только тогда юная скотница заплакала по-настоящему а я повернулся и спортивным шагом направился домой раз в два раз в два все химора похожи на меня с точки зрения биологической истины было бы вернее указать на наше взаимное сходство но мое утверждение имеет то достоинство что оно не подчеркивает мою наследственную зависимость от этой особой словом все химора походят на меня и так же как я не любит ждать в данном случае ее нетерпение было вполне законно эту спешку нельзя поставить ей в вину в нашем проклятом доме возможны всякие неожиданности задний ход мы даем чаще чем паровозы к тому же через неделю должен вернуться аббат номер семь и уж лучше избавить его от напрасного путешествия тем более что пришлось бы ему возместить дорожные расходы а в школах занятия начнутся первого октября еще ни один директор не предпрежден о предстающей ему чести познакомиться с нами мы конечно не присутствовали при обсуждении родителями столь трудного вопроса как бы не отмалчивался сколько бы не упорствовал отец в конечном итоге их разговора можно было не сомневаться и действительно через три дня после случая с бумажником отец неожиданно и как всегда за обедом лишь только прочли молитву объявил поглаживая усы дети придется отдать вас в колледж мы с матерью считаем что даже самый добросовестный наставник не сможет преподать вам необходимое познание всеведущих людей на свете не бывает а школьные программы с каждым годом усложняются ага вот какой дот выдвинула психимора серый зол бесстрастно развивал перед нами это внезапно возникшее соображение к этой мере мне следовало бы прибегнуть еще в прошлом году однако пришлось ее отложить по известным вам причинам финансового характера но дальше медлить нельзя фердинану пора поступить в старший класс а Жан и Марсель пойдут в предпоследний все это будет стоить нам больших жертв фермы мы должны будем перевезти на испольщину мама разрешила мне взять из ее приданного сумму необходимую для выкупа у фермеров скота но этого еще мало чтобы увеличить наши доходы я вынужден прервать свои столь дорогие мне научные исследования и выставить кандидатуру на пост городского судьи Ван Джей или же Лавале или же в Сегре словом а где-нибудь неподалеку от Хвалебного дальнейших разъяснений не последовало отец развернул сложенную четверо салфетку как обычно лежавшую у него на тарелке уголком ставят салфетки только в ресторанах вкладывают их в серебряные кольца или в кольца из слоновой кости только в домах новоиспеченных богачей а выштые кармашки с инициалами сотрапезников это уже чистое мещанство ничего не подозревавший кропет захлопал глазами снял очки в железной оправе протер стекла снова надел посмотрел на психимору как бы ища у нее подтверждение столь важной новости но мадам Резо и брови не повела она продолжала усердно обгладывать заднюю лапку жареного заяца в последнюю охоту отец убил матерого представителя зайчьего племени обитающего в наших краях и должно быть стрелял в него в упор заяц весь был нафарширован мелкой дробью при исполненной восторга который я не имел права ничем выразить я и не заметил как проглотил несколько дробинок расправляясь со своей порцией жаркова как и полагалось самое плохое от шеи Фредди похрустел суставами пальцев потом высморкался скребив кончик носа в излюбленном направлении и наконец позабув приличие стал подбирать соус с тарелки хлебным мякишем без помощи вилки мать жадно воспользовалась этим промахом желая поддержать свой организирующий авторитет Рохля раз же ты не умеешь как все люди пользоваться вилкой но собственной своей вилкой она уже не решалась ткнуть в ладонь виновника рука ее дернулась была и сразу остановилась скованная взглядом четырех пар глаз боязливых испытывающих внимательных властных в зависимости от того в чьих орбитах они находились украшенный гербом черенок вилки завертелся в деснице психиеморы словно скипетр которому грозит близкое отречение от власти завертелся нерешительно закачался и вдруг бесславно упал на тарелку прямо в соус в следующие дни на нас обрушились новые более или менее удавшиеся гонения но какими они казались нам теперь ничтожными тебе психиемора удалось лишь доказать нам свою досаду и злобное бессилие ну зачем например ты настаивала чтобы папа отдал нас в разные коллежи все Лизоо не мог согласиться на твое настойчивое требование ибо надеялся получить скидку от отцов иезуитов если он поместит в их коллеж Сент-Круа-Дюман троих сыновей к тому же я показал свои зубы и они испугали беднягу отца не меньше чем твои психиемора мне вовсе не улыбалось оказаться жертвой твоей последней махинации это могло испортить мне каникулы конечно если меня возьмут на каникулы домой да повторяю если нас возьмут на каникулы ведь у меня есть все основания полагать что мы теперь завершим свое образование вдалеке от хвалебного и так же как ты в свое время психиемора до конца учения будем безвыездно жить в стенах пансиона а зачем ты так старалась обредить нас в дорогу по-нищенски фина с утра до ночи сидит за иглой выкраивая нам кальсоны из более или менее крепких полотнищ твоих прохудившихся простынь новых носков для нас не купили пускай в пансионе товарищи отпрыски самого цвета местные знати будут смеяться над пестрыми пятками наших штопанных перештопанных носков по-прежнему мы будем стучать деревянными подошвами башмаков и натягивать на голову береты к счастью в иезуитских колледжах введена прекрасная темно-синяя форма с плоскими медными пуговицами и мы запросто будем носить ее каждый день на голове у нас всегда будет красоваться фуражка с бархатным оковышем пресловутый головной убор который служит почти что международной эмблемой аристократических учебных заведений ну вы мамаша конечно придерживаетесь иного мнения ничтожных мелочей на свете не существует нельзя пренебрегать даже пустяком если он вам на руку бесчисленные житейские мелочи могут оказаться столь же смертоносными как легионы микробов вы желаете мадам резол чтобы я оптом или по частям возместил вам те жертвы на которые вы пошли согласившись урезать ваш с отцом капитал ну во-первых не бог весть какое богатство состоящее в ценных бумагах а во-вторых некогда весьма значительный капитал вашего авторитета а обоим этим сокровищам угрожает одинаковая судьба позолоченной нищеты я вовсе не намерен возмещать вам убытки мамочка но вы улыбаетесь вы надеетесь раздавить меня через пять через десять через двадцать лет вы уверены в себе вот так зачем же говорить о поражении вы просто потерпели неудачу ну что ж через неудачи победе в довершении всего про эту вашу победу я готов сказать что она не принадлежит нашему времени и даже не от мира сего вы выдали долгосрочный весьма долгосрочный век сильна будущее только такой смысл и могут иметь ваши собственные слова помните какую фразу вы сказали мне когда рылись в моем чемодане заподозрив что я украл у вас какие-то вещи и увожу с собой напрасно ты смотришь победителем дружочек запомни мои слова я твоя родная мать предсказываю тебе печальное будущее которым вряд ли ты будешь гордиться ты захлопнула крышку заперла замок с двойным поворотом ключа но ты не заметила психимора что между кожаной обивкой и картонной прокладкой я засунул четыре кредитки по сто франков причем две из них утащил из твоей сумочки ты не поймала меня с поличным но так как в иные минуты ты обладаешь даром второго зрения даром предчувствия которым бывают наделены лишь ангелы и дьяволы ты верно предсказала мое будущее ты выковала оружие которое нанесет тебе много ран но в конце концов обратиться против меня самого немало ты уже помучилась чтобы причинить нам как можно больше мучений чтобы наплевать на то что я уготовил тебе горькие муки лишь бы созрело то что я сам себе уготовлю мой склад характера побуждает меня поднять черное знамя бунта ведь это ты психимора соткала все его складки ты дважды трижды окрасила его самой черной защитной жидкостью спрута я едва вступаю в жизнь а уже благодаря тебе не верю ни в кого и ни во что тот кто не верит в отца моего не войдет в царствие небесное тот кто не верит в мать свою не войдет в царство земное любая вера кажется мне обманом всякая власть сущим бедствием всякая нежность расчетливостью самую чистосердечную дружбу самое доброе чувство самую глубокую нежность которая встретится мне в будущем я заподозрил неискренности оттолкну отвергну человек должен жить один любить это значит отречься от себя ненавидеть значит утвердить самого себя я существую я живу я нападаю я разрушаю я мыслю значит я противоречу всякая другая жизнь угрожает моей ибо она поглощает часть кислорода необходимого мне я действую лишь заодно с самим собой не имеет смысла даровать жизнь если не даровать потом смерти бог это прекрасно понял ибо создал нас всех смертными без моего согласия мне дана была жизнь и кончится она без моего согласия меня произвели на свет а когда нибудь отнимут мою жизнь мне предоставлен только промежуток между двумя этими пределами которые носят пышное наименование судьба но саму то эту судьбу подготовляют психиморы приводят нас к ней мошенническим способом и это мошенничество называется воспитанием я должен сказать нет всему этому их воспитанию всему что меня толкало вступить на путь избранный не мной самим а другими путь который я ненавижу ибо ненавижу своих поводырей я это благо вы это зло моральные принципы это предрассудки большого калибра вот и все будьте лицемерны и вы достигнете успеха займете почетное положение в обществе порывы сердца лишь жалкий рефлекс доблесть подлинную великую доблесть нельзя назвать силой нельзя назвать гордостью нет слова которое могло бы точно ее определить она и то и другое сочетание гордости силы стремления к одиночеству которое влечет ее на вершину башни и слоновой кости и жажды помириться с кем-нибудь силами укрепить свои мышцы могущество своего я подлинное могущество одинокого существа как противоположность могуществу двух любовь и могущество троичности бог познаваемый в трех измерениях или в трех ипостазиях могущество не нуждающееся во множественности дабы стать чем-либо повторяю могущество своего я подобно ангелу попирать питою змея всех змей вы сами знаете мне прекрасно знакомы эти извивающиеся твари которыми кишит корне змеи искуситель как мне твердили в детстве шипел совращая нашу праматерь еву и прекрасная дева та же психимора прекрасная психимора отравившая на веки веков все человечество но наша психимора шипит лучше желтые водяные ужи вы еще будете по ошибке попадаться в мои верши и корчиться там словно от подавленного смеха змеи соблазнов пусть вас будет тысячи я предпочитаю иметь дело с вами и вы угри из мутных вод омэ и вы розоватые земляные черви выползающие из-под лопаты барбельвьена вы подобны мыслим уж так опошаться в болотной тине нашего ума из всех пресмыкающихся в моей власти только одна змея моя гадюка помнишь психимора ту гадюку которую ты по-видимому очень жалела когда говорила господь не спасла лжаву великую милость эту гадюку мою гадюку я когда-то удушил на смерть но она возрождается везде и всегда я размахиваю ею и неизменно буду размахивать как бы ты ее не называла ненавистью стремлением досадить тебе отчаянием склонностью к самоистязанию я потрясаю этой гадюкой твоей гадюкой размахиваю ею иду по жизни с этим трофеем пугаю досужую публику которая расступается образуя вокруг меня пустоту благодарю тебя дорогая матушка я тот который идет стиснув змею в кулаке я м м м м м м Продолжение следует...